СВИТОК ЧЕТВЁРТЫ «Я покинула столицу в конце второй луны, на заре, когда в небе еще светился бледный рассветный месяц. Робость невольно закралась в сердце, и слезы увлажнили рукав. Казалось, месяц тоже плачет вместе со мной, ибо так уж повелось в нашем мире, что, покидая дом свой, никто не знает, суждено ли вновь вернуться под родной кров. Вот и застава встреч Аусака. Застава встреч Аусака, ближайшая к столице застава на так называемом Восточном Приморском пути, японское Токайдо, ведущим в восточные районы Японии, неоднократно воспетая в поэзии. Ни следа не осталось от хижины Семи-Мару, некогда обитавшего здесь и сложившего песню «В мире земном живешь ли ты, так или этак, что во дворце, что под соломиной кровлей, всем один конец уготован». Семи-Мару, легендарный слепой поэт, десятый век, о котором почти не сохранилось сведений, Нидзё ссылается на единственное достоверно принадлежавшее ему стихотворение, второй поэтический сборник, Го Сэнсю, 951 год, раздел «Разные песни». В чистой воде родника увидала я свое отражение в непривычном дорожном платье и задержала шаг. Возле родника пышно расцвела сакура, всего одно дерево, но и с ним было жаль расставаться. Под деревом отдыхали путники, несколько человек вверхом, с виду деревенские жители, наверное, тоже любуются цветением сакуры. Горных вишен цветы, вы точно суровые стражи, сердце приворожив, стольких путников задержали на заставе встреч Аусака. Вот, наконец, Зеркальная гора, Кагами-Яма и дорожный приют Зеркальный. По улице, в поисках мимолетных любовных встреч, бродили девы веселья. Увы, таков обычай нашего печального мира, подумала я, и мне стало грустно. Наутро колокол, возвестивший рассвет, разбудил меня, и я вновь отправилась в путь, а грусть все лежала на сердце. Я к Зеркальной горе, подхожу с напрасной надеждой, разве в силах она вновь явить тот нетленный образ, что навеки в сердце пребудет? Дни шли за днями, и вот я добралась уже до края Мино, пришла в местность, именуемую Красный холм, Акасака. Непривычная к долгому странствию, я очень устала и решила остаться здесь на целые сутки. При постоялом дворе жили две молодые девы веселья, сестры, родственницы хозяина. Они играли на лютни, на цитри, и обе отличались таким изяществом, что напомнили мне прошлую дворцовую жизнь. Я угостила их саке и попросила исполнить что-нибудь для меня. Старшая сестра стала перебирать струны, но печальный лик и слезы, блестевшие у нее на глазах, невольно взволновали меня. Казалось, в судьбе этой девушки есть нечто сходное с моей собственной горькой долей. Она поднесла мне чарку саке на маленьком подносе и стихи. Не любовь ли виной тому, что от бренного мира устремилась душа, если б знать, куда улетает струйка дыма в небе над Фудзи? Я никак не ожидала увидеть в этой глуши столь изысканные стихи и ответила, дым над Фудзи горой, прославивший землю Суруга, вьется ночью и днем от того, что огнем любовным неустанно пылают недра. Мне было жаль расставаться с обеими девушками, но долго оставаться здесь я не могла и снова пустилась в путь. У прославленной переправы восьми мостов Яцухаси оказалось, что мосты исчезли, вода тоже давно иссякла. Впрочем, ведь я тоже отличалась от странника из повести Иссе. Он был с друзьями, а я совсем одинока. В повести Иссе, японская Иссе Монагатари, говорится о путешествии, которые автор, поэт Нарий Хира, совершает вместе со своими спутниками в восточные, в те времена необжитые области Японии. Как лапки паучьи на восемь сторон расползлись печальные думы, и следа не осталось нынче от восьми мостов Яцухаси. Придя в край О-Ва-Ари, я прежде всего направилась к храму Ацута. Еще не входя в ограду, я вспомнила, как покойный отец в бытность свою правителям здешнего края возносил в этом храме молитвы о благоденстве на ежегодном празднестве в восьмую луну, и в этот день всегда дарил храму священного коня. Когда отец лег в болезни, от кои ему не суждено было исцелиться, он тоже отправил в дар храму коня и шелковую одежду, но по дороге на постоялом дворе к О-Я-Цу конь неожиданно пал. Испуганные чиновники поспешно отыскали в управе края другого коня и поднесли храму. Узнав об этом, отец понял, что Бог отвергает его молитву. Да, о многом вспомнилось мне при виде храма Ацута. Невыразимая грусть и сожаление о прошлом стеснили сердце. Эту ночь я провела в храме. Я рассталась со столицей в конце второй луны, но, непривычная к странствиям, не могла идти так быстро, как бы хотелось. Наступила уже третья луна, когда я, наконец, добрела до края оварии. Месяц ярко сиял на небе. Мне вспомнились небеса над столицей. В лунные ночи они были точно такими, и чудилось, будто дорогой сердцу облик все еще близко, рядом. Во дворе храма деревья сакуры сплошь покрылись цветами, как будто нарочно приурочив к моему приходу пышный расцвет. Для кого благоухают эти цветущие кроны, думала я. Край на румии в цвету, небо вешнее, скрывшие вишни, но пора их пройдет, и предстанут в зелени вечной криптомерии прибрежных кроны. Дощечку с этими стихами я привязала к зеленой ветке криптомерии. Я решила остаться здесь на молитву и провела семь дней в храме Отсута, затем снова пустилась в путь, уходя все дальше и дальше вдоль песчаной отмели на руми. Оглянувшись, я увидела окрашенную в алый цвет величественную ограду храма, смутно видневшуюся сквозь весеннюю дымку, и не смогла сдержать слезы тоски о прошлом. Бог, Пресветлый Отсута, яви милосердие свое, снизойди же к молитвам бедной грешницы, что по свету ныне в черной рясе влочится. В конце третьей луны я пришла в Эносиму, никакими словами не описать красоту здешних мест. На одиноком островке посреди безбрежного моря было много пещер. Я остановилась в одной из них. Здесь подвижничал монах, преклонный годами, похожий на отшельника Ямабуси, много лет истязавший плоть ревностным послушанием. Ямабуси, бродячие монахи Жил он в хижине, сплетенной из бамбука, оградой служили туманы. Все было просто, грубо, но в то же время изысканно и прекрасно. Отшельник оказал мне гостеприимство, угостил разными моллюсками. В свою очередь я достала веер из заплечного ящичка, с каким ходят все богомольцы. Ящичек несла моя спутница и подала ему со словами «Это вам привет из столицы». Ящичек несла моя спутница. Автор непрошенной повести нигде не упоминает, что в путешествиях ее кто-то сопровождал. Однако по обычаям тех времен она навряд ли пустилась в путь без сопровождения хотя бы одной служанки. «Ветерок давно уже не доносит в мое жилище весточки из столицы», — сказал он, — «но сегодня мне кажется, будто я повстречал старинного друга». В самом деле я тоже испытывала сходное чувство. Больше ни о чем мы не говорили. Сгустилась ночь, все отошли ко сну. Я тоже легла, подстелив дорожную одежду, но не могла уснуть. Далеко зашли, как подумаешь. Далеко зашли, как подумаешь, цитата из повести Иссе. Тайные слезы увлажнили рукав, я вышла из грота, огляделась, кругом клубились туманы. А когда ночные тучи рассеялись, взошла луна, поднялась высоко, озарив ясные чистые небеса, и я почувствовала, что поистине очутилась далеко-далеко, за тысячи ри от дома. Ри, мера длины, около четырех километров. Позади, где-то в горах, раздавался тоскливый крик обезьян. И столько грусти было в их голосах, что я с новой силой ощутила неизбывное горе. За тысячу ри осталась столица. Я пришла в эту даль в надежде, что странствие поможет избавиться от душевных страданий, исцелит тоску, одиночество. Но, увы, и горечь нашего мира настигла меня и здесь. Пусть жилище мое исчербатых досок криптомерий на сосновых столбах, и с бамбуковой шторой у входа, но вдали от соблазнов мира. На утро я вступила в Камакуру. В храме высшей радости Гокуракудзи священнослужители ничем не отличались от своих собратьев в столице. Это было приятно. Рождало чувство близости. Я наблюдала за ними некоторое время, а потом поднялась на перевал Кэхайдзака. Оттуда открывался вид на Камакуру. В отличие от столицы, когда смотришь на нее с восточной горы, Хигасияма. Улицы здесь уступами лепятся по склону горы, жилища стоят тесно, как будто кто-то битком набил их в каменный мешок. Со всех сторон людей окружают горы. Что за унылое место, подумала я, и чем больше смотрела, тем меньше хотелось мне на время остаться здесь, отдохнуть на покое после утомительного пути. Дойдя до побережья именуемого Юйнохама, я увидела Тории, птичий насест, большие храмовые ворота, вдали виднелся храм Хатимана. Тории, птичий насест. Перед каждым синтаистским храмом, большим или малым, обязательно имеются ворота, представляющие собой два столба с перекладиной. Эти ворота называются Тории, буквально «птичий насест». Известно, что бог Хатиман поклялся взять род Минамото под особое покровительство. Судьба привела меня родиться в этом семействе. За какие же хотелось бы знать грехи, свершенные в былых воплощениях, ныне впала я в такое убожество, скитаюсь, как последняя нищенка, — теснились мысли в моей душе. Когда в столице я молилась в храме Ивасимидзу, просила благополучия отцу в потустороннем мире, оракул возвестил мне, — если хочешь покоя и счастья отцу в загробной жизни, твоя просьба будет исполнена в обмен на счастье в нынешнем земном существовании. О, нет, я не гневаюсь на священную волю Бога. Я написала и оставила в храме клятву, что не буду роптать, даже если придется стать нищенкой, протягивать руку за милостыней. Говорят, что Комати из рода Оно, не уступавшая красотой принцессе Сотории, на закате дней прикрывала тело рогожей, скиталась, как нищая с корзинкой для подаяний, и все же, думалось мне, она горевала меньше, чем я. Прежде всего я пошла на поклон в храм Хатимана, что на Журавлином холме, Суругаока. Храм сей даже прекраснее, чем обитель Хатимана в столице на горе Мужей, от Акаяма. Оттуда открывается широкий вид на море. Да, можно сказать, там есть на что посмотреть. Князья, дай мё, входили и выходили из храма в разноцветных военных кафтанах. Белой одежды ни на ком не было. Куда ни глянь, взору представлялось непривычное зрелище. Я побывала всюду, в храмах Эгара, Никаидо, Омидо, в долине Окура проживала некая госпожа Комати, придворная дама Сюгуна, она состояла в родстве с моим троюродным братом Сададзане и, стало быть, доводилась роднёй мне. Она удивилась моему неожиданному приезду и пригласила остановиться у неё в доме, но мне показалось это неудобным, и я нашла кровь поблизости. Госпожа Комати заботилась обо мне, то и дело осведомляясь, не терплю ли я неудобств. Утомлённая трудной дорогой, я решила провести здесь некоторое время на отдыхе, а между тем человек, который должен был проводить меня дальше в храм Сияния Добра Дзенкодзи в горном краю Синано, в конце четвёртой луны неожиданно заболел, да так тяжело, что лежал без сознания. В полном замешательстве я не знала, как быть. Когда же мой проводник понемногу оправился от болезни, свалилась я. Ко всеобщему испугу больных теперь стало двое, но врач нашёл мою болезнь неопасной, из-за непривычно тяжёлого путешествия обострился ваш давнишний недуг, сказал он. Однако было время, когда мне казалось, что конец уже недалёк. Не описать словами робость, охватившую душу. Бывало, в прежние времена, если случалось мне заболеть, хотя бы вовсе не тяжело, к примеру, простудиться, подхватить насморк или почувствовать лёгкое недомогание больше, чем два-три дня, тотчас же посылали за жрецами инь-ян, призывали врачей, отец жертвовал в храм коней и разные сокровища, хранившиеся в нашей семье. Все суетились вокруг меня, со всех четырёх сторон света раздобывали разные редкостные лекарства, померанцы, снань Ильских гор или груш из хребта, куэнь-лунь, и всё для одной меня. Теперь всё изменилось. Много дней пролежала я, прикованная к постели, но никто не взывал к Буддам, не молился богам, никто не заботился, чем меня накормить, какими лекарствами напоить. Я просто лежала пластом в одиночестве, встречая утро и вечер. Но срок каждой жизни заранее определён, видно, час мой ещё не пробил. Я стала постепенно выздоравливать, но была ещё так слаба, что не решалась продолжать странствие, и лишь бродила окрест по ближним храмам, понапрасну проводя дни и луны, а тем временем наступила уже восьмая луна. Пояснение к этому фрагменту. Коматти из рода Оно, знаменитая поэтесса, девятый век, о жизни которой сложено много легенд. Принцесса Сотори, легендарная супруга императора Инкё, 412-453 годы, славившаяся необычайной красотой, после смерти обожествлённая. «Даймё» — так именовались владительные князья в феодальной Японии, буквально «большое знатное имя». «Сёгун» — полное наименование. «Сэй-и тай-сёгун» — буквально «великий полководец, покровитель варваров». Этот титул, заимствованный из Китая, носил глава феодального правительства так называемой «полевой ставки» — японское «баку-фу». В XIII веке вошло в обычай провозглашать сёгунам малолетнего мальчика из числа членов императорской семьи, а фактическими правителями при ребёнке сёгуне были представители могущественного самурайского рода Ходзё. Как только ребёнок-сёгун, находившийся под неусыпным надзором самурайских властей, становился взрослым юношей, его спешили отправить назад в столицу под любым предлогом, чаще всего по обвинению в заговоре и прочих кознях, а императорский дом покорно принимал своего отпрыска и высылал в Камакуру очередного ребёнка-сёгуна. «Померанцы с нанлинских гор или груши с хребта Куэн-Лунь» — образное выражение, заимствованное из китайской литературы для обозначения в высоком стиле редкостных, почти недоступных снадобий. Утром пятнадцатого дня я получила записку от госпожи Комати. «Сегодня в столице, в храме Хатимана, в Ива Семидзу праздничный день, — писала она, — «Отпускают на волю пташек и рыбок. Наверное, вы мысленно там». «Отпускают на волю пташек и рыбок». В пятнадцатый день восьмого месяца по лунному календарю в синтаистских храмах выпускали на волю птиц и рыб. Особенно пышно отмечался этот праздник в столичном храме Ива Семидзу. Я ответила, «Для чего вспоминать о храмовом празднике светлом, мне, ведущий свой род, от корней самого Хатимана, мне блуждающий скорбно по свету?» Госпожа Комати тоже ответила стихами, «Уповайте в душе на милость богов всемогущих. Вняв усердным мольбам, боги вам пошлют избавление, утолят мирские печали». Мне захотелось посмотреть, как отмечают этот праздник здесь, в Камакуре, и я пошла на журавлиный холм, в храм Хатимана. Присутствовал сам Сёгун, хотя дело происходило в провинции, все было обставлено очень пышно. Собралось много даймё, все в охотничьем платье, стражники-меченосцы в походных кафтанах, глаза разбегались при виде разнообразных нарядов. Когда Сёгун вышел из кареты у Красного моста, я заметила в его свите несколько столичных вельмож и царедворцев, но их было совсем мало. Они были одеты бедно и выглядели убого. Зато, когда прибыл старший самурай Сукэмунне Иинума, сын и наследник князя Йорицуны Таэра в монашестве Коэна, его появление могло бы соперничать с выездом канцлера в столице, чувствовалась сила и власть. Йорицуна Таэра, один из влиятельных членов правительства в Камакуре, в 1293 году был убит вместе с сыновьями по подозрению в заговоре. Затем начались разные игрища, стрельба в цель на полном скаку и другие воинские утехи. Смотреть на них мне было ни к чему, и я ушла. Не прошло и нескольких дней, как по городу поползли тревожные слухи. В Камакуре неспокойно. «Что случилось?» — спрашивали друг друга люди. «Сёгуна отправляют назад в столицу», — гласил ответ. Не успели мы услыхать эту новость, как разнеслась весть, что Сёгун уже покидает дворец. Узнав об этом, я пошла поглядеть и увидела весьма невзрачный паланкин, стоявший на готове у бокового крыльца. Один из самураев, кажется, это был Дзиро, судья Танго, распоряжался, подсаживая Сёгуна в паланкин. В это время появился сам Сукэ Мунэ Иинума, и от имени верховного правителя Ходзё приказал, чтобы паланкин несли задом наперед. Правитель Ходзё, Садатоки Ходзё, 1270-1311 годы. Сёгун не успел еще сесть в паланкин, как набежали низкорожденные слуги, вошли во дворец, даже не разуваясь прямо в соломенных сандалиях, и принялись обдирать занавеси и прочие убранства. Глаза бы не глядели на сие прискорбное зрелище. Меж тем паланкин тронулся. Из дворца выбежали дамы из свиты Сёгуна, растерянные с непокрытыми головами. Ни одной не подали паланкин. «Куда увозят нашего господина?» — плача говорили они. Среди князей некоторые тоже, казалось, сочувствовали Сёгуну. Когда стемнело, они украдкой послали молодых самураев проводить Сёгуна. Каждый по-разному отнесся к его опале. Слов не хватает описать все, что происходило. Сёгуну предстояло пробыть пять дней в месте, именуемом Долина Саске, а уж оттуда его должны были доставить в столицу. Мне захотелось посмотреть на его отъезд. Я пошла в храм бога Ганапати, расположенный неподалеку от временного жилища Сёгуна, и там от людей узнала, что самурайские власти назначили отъезд на час быка. Ганапати, иначе Ганеша санскритская. В индуистской мифологии бог мудрости и устранитель препятствий, один из индуистских богов, включенных в буддийский пантеон. К этому времени дождь, накрапывающий с вечера, превратился в подлинный ливень, поднялся сильный ветер, завыл так жутко, как будто в воздухе носились какие-то злые мухи. Тем не менее власти не разрешили изменить час отъезда. Планкин подали, накрыв его рогожей. Это было так унизительно, так ужасно, что было больно смотреть. Планкин поднесли к крыльцу. Сёгун сел, но затем носилки почему-то снова опустили на землю и поставили во дворе. Через некоторое время послышалось, что Сёгун сморкается. Чувствовалось, что он старается делать это как можно тише, но вскоре послышалось еще и еще. Нетрудно представить себе, в каком горестном состоянии он находился. Этот Сёгун, принц Кореясу, был совсем не из тех Сёгунов, коих назначали восточные дикари, самовольно захватившие власть в стране. Отец его, принц Монетака, второй сын императора Го Саги, был всего на год с небольшим старше третьего сына императора Го Фукакусы. Как старший принц, Монетака был в праве унаследовать трон раньше младшего брата, и если бы это произошло, его сын, принц Кореясу, нынешний Сёгун, в свою очередь, тоже взошел бы на престол, украшенного десятью добродетелями. Но принцу Монетаке не пришлось царствовать, ибо его матушка была недостаточно знатного рода, вместо этого его послали в Камакуру на должность Сёгуна. Но все равно ведь он принадлежал к императорскому семейству. Иными словами, его никак нельзя было приравнять к простым смертным. Нынешний Сёгун, принц Кореясу, был его родным сыном, так что высокое происхождение его бесспорно. Находятся люди, утверждающие, будто он рожден от ничтожной наложницы, но это неправда. На самом деле она происходила из благороднейшей семьи Фудзивара. Стало быть, и со стороны отца, и со стороны матери происхождение принца поистине безупречно. Так размышляла я, и слезы невольно навернулись у меня на глазах. Ты ведь помнишь о том, что к славным истокам Исудзу он возводит свой род. Как же грустно тебе, богиня, видеть принца в такой опале! Ты ведь помнишь о том, что к славным истокам Исудзу река Исудзу протекает в провинции Иссе, где находится главный храм богини солнца Аматерасу. Смысл данного стихотворения в том, что Аматерасу, прародительница императорского дома, несомненно должна пожалеть принца Кореясу отпрыска этого дома, то есть своего потомка. Я представляла себе, сколько слез принц прольет по пути в столицу. Единственное, чего, на мой взгляд, все же не доставало опальному Сёгуну, это, пожалуй, любви и поэзии. До меня не дошло ни одного стихотворения, в котором он поведал бы о своих скорбных переживаниях, а ведь он был родным сыном принца Монатаки, в сходных обстоятельствах сложившего, встречаю рассвет в снегах подле храма Китано, молитвы творя, будто заживо погребенный, все следы сокрылись под снегом. В снегах подле храма Китано молитвы творя храм Китано посвящен поэту и царедворцу IX века Митидзане Сугавари, сосланному по клеветническим обвинениям, но впоследствии по смертно оправданному. Дабы успокоить дух невинно осужденного, он был обожествлен, и ему посвящено несколько храмов в столице и на острове Кюсю, где он томился в ссылке. Принц Монетака, тоже подвергшийся несправедливой опали, обращается в своем стихотворении к храму Китано, то есть к образу Сугавары, испытавшего сходное несчастье. Меж тем разнесся слух, что скоро в Камакуру прибудет новый сёгун, принц Хисааки, сын государя Го Фукакусы. Стали перестраивать дворец, все кругом оживилось, засуетилось. Рассказывали, что встречать сёгуна поедут семеро даймё. Один из них, Синзаэмон Иинума, сын князя Йорицуны, заявил, что не желает ехать той же дорогой, по которой увезли опального сёгуна, и поедет другим путем, через перевал Осигара. «Ну, это уж слишком», — говорили люди. Когда приблизилось время прибытия нового сёгуна, поднялась невероятная суматоха. Можно было подумать, будто происходит не весь какое событие. Дня за два, за три до торжества мне принесли письмо от госпожи Комати. В нём содержалась неожиданная просьба. Оказалось, что государыня прислала супруге князя Йорицуны набор из пяти косо-де, но не сшитых, а только скроенных. И госпожа супруга хочет посоветоваться со мной по этому поводу. «Это ничего, что вы монахиня», — писала мне госпожа Комати. «Здесь никто вас не знает, я никому не говорила, кто вы. Сказала только, что вы прибыли из столицы». Госпожа Комати постоянно проявляла ко мне внимание и к тому же так настойчиво просила прийти, что отказаться я не смогла. Сначала я пыталась отговориться, но в конце концов она приложила к своей просьбе письмо от самого верховного правителя Ходзио. Я решила, что не стоит упрямиться по таким пустякам, и пошла, предупредив, что только взгляну и укажу, как и что надо сделать. Палаты князя находились в одной ограде с усадьбой верховного правителя Ходзио и назывались, если не ошибаюсь, угловым павильоном. В отличие от дворца Сёгуна, имевшего самый обыкновенный вид, здесь повсюду сверкало золото, серебро, драгоценные камни, блестели гладко отполированные зеркала, украшенные изображениями фениксов. Парчевые занавеси и ширмы, расшитые узорами одежды, слепили взор. Вышла супруга князя, госпожа О'Ката, в двойном одеянии из светло-зеленого китайского шелка, сплошь расшитого светлой и темной лиловой нитью. Узор изображал кленовые листья. Сзади тянулся шлейф. Высокое, крупного телосложения, выражения лица и осанка горделивые. «Ничего не скажешь, величественная женщина», — взглянув на нее, подумала я, как вдруг из глубины покоя в чуть ли не бегом появился сам князь в простом белом кафтане с короткими рукавами и с самым небрежным видом уселся рядом с супругой. Все впечатление было испорчено. Принесли косо Де, присланные из столицы. Это были пять пурпурных одеяний из светлого и темного густого оттенка с разнообразным рисунком на рукавах, но сшитые неправильно, как попало. Сразу за верхним светлым косо Де шло самое темное. «Почему их так сшили?» — спросила я, и госпожа сказала, что в швейной палате все сейчас очень заняты, и потому косо Де сшили дома ее служанки, не зная, в каком порядке нужно располагать цвета. Я посмеялась в душе и показала, в какой последовательности полагается носить косо Де. Цвет ткани должен меняться постепенно, от светлой верхней к самой темной, которую носят в самом низу. В это время прибыл посланец от верховного правителя Ходззё. Я слышала из-за ширмы, как он говорил князю, что правитель распорядился, чтобы столичное гостье поглядело, все ли в порядке в покоях, приготовленных для нового сёгуна. За внешний вид помещения отвечает, мол, самурай хики. Вот не было печали, подумала я, но, коль скоро так получилось, пошла заодно туда посмотреть. Покои были убраны вполне пристойно, как положено, в официальной резиденции знатные особы. Я показала только, куда нужно поставить полки и где лучше держать одежду, после чего ушла. Наконец наступил день прибытия сёгуна. Вдоль дороги, ведущей к храму Хатимана, собралась несметная толпа. Вскоре показались передовые всадники, встречавшие поезд сёгуна у заставы. Они торжественно проехали мимо отрядами по 20, 30, 40, 50 человек. За ними появилась процессия самого сёгуна. Сперва пробежали младшие чины в нарядных кафтанах, похожие на дворцовых чиновников низшего ранга. За ними небольшими группами следовали князья даймё в разноцветных одеждах. Шествие растянулось на добрых несколько тё, и, наконец, в полонкине с поднятыми занавесями проследовал сам сёгун в расшитом узорами одеянии. Тё, мера длины равная ста девяти и девятисотом метра. Затем начались разные церемонии. Смотр коней, их показывали сёгуну, проводя под усцы, и разные другие увеселения. Всё было очень красиво. На третий день мы узнали, что сёгун отбыл в горы, в загородную усадьбу правителя Ходзё. Прекрасные эти празднества напомнили мне прежнюю дворцовую жизнь, и на душе стало грустно. Постепенно приблизился конец года. Я досадовала, что до сих пор мне так и удалось побывать в храме сияния добра Дзенкодзи, но в это время госпожа Комати... Примечание переписчика шестнадцатого века. В этом месте бумага отрезана ножом. Почему отрезана, и что написано дальше, неизвестно, а хотелось бы знать. Неизвестно, а хотелось бы знать. Такими ремарками снабжён единственный сохранившийся экземпляр непрошенной повести, переписанной с ранее существовавшего экземпляра неизвестным переписчиком семнадцатого века. Проводила в унынии. Меж тем оказалось, что самурай Синдзайемон и инума слагает стихи, увлекается поэзией. Он часто приглашал меня, присылая за мной самурая Дзиродзаймона в Акабаяси, любезно звал в гости, чтобы вместе заниматься сложением рэнга стихов цепочек. Рэнга стихотворения цепочки, своеобразный жанр коллективной поэзии. Этот вид поэтического творчества получил большое распространение в средневековой Японии. Я часто бывала у него. Он оказался сверхожидания утонченным, образованным человеком. Мы развлекались, слагая короткие танка и длинные стихотворения цепочки. Меж тем уже наступила двенадцатая луна. И тут некая монахиня, вдова самурая Кавагоэ, проживавшая в селении Кавагути, предложила мне отправиться с ней вместе после Нового года в храм сияния добра Дзенкодзи в краю Мусаси. Я обрадовалась удобному случаю побывать в тех местах и поехала в Кавагути. Но в пути меня застиг такой снегопад, что я с трудом различала дорогу. Путь из Камакуры в Кавагути отнял у меня целых два дня. Место было совсем глухое на берегу реки Ким. Называлась она, если не ошибаюсь, Ирума. На другом берегу находился постоялый двор Ивабути, где жили Дева Веселье. В этом краю Мусаси совсем нет гор. Куда ни глянь, далеко окрест протянулась равнина, покрытая зарослями увядшего, побитого инеем камыша. И как только живут здесь среди этих камышей люди, все дальше уходила я от столицы. Так в тоске и унынии проводила я уходящий год. С грустью вспоминала я прошедшую жизнь. Двух лет я лишилась матери, не помню даже ее лица, а когда мне исполнилось четыре года, меня взял к себе государь, и мое имя внесли в список придворных женщин. С тех самых пор я удостоилась его милостей, обучалась разным искусствам, долгие годы пользовалась особой благосклонностью государя. Что ж удивительного, если в глубине души я лелеяла мечту вновь прославить наше семейство Кога. Но случилось иначе. В поисках просветления я вступила на путь Будды, ушла от мира. Нелегко отринуть все, что любил, все, что недавно желал, отрешиться от страстей и забот, если сердце ими сковал. Но когда наступит последний час, не захватишь ведь в мир иной ни жену, ни детей, ни мешки с казной, ни прижизненный трон свой гласят слова сутры. Да, мир, от которого я бежала полон скорби, думала я, и все-таки тосковала по дворцу, с которым сроднилась за долгие годы, не могла забыть любовь к государю. Так в одиночестве проливала я слезы. Душа была полна горя, а тут еще снег, все падал и падал с потемневшего неба, заметая все пути и дороги, куда ни глянь, кругом был лишь снег да снег. «Как живется вам здесь среди снегов?» прислала спросить хозяйка-монахиня. Я ответила, «Подумайте сами, как тяжко одной созерцать, сад снегом укрытый, где ничьих не видно следов, и о прошлом грустить в тиши». Участие моей хозяйки лишь усилило душевную боль, но на людях я старалась не давать воли слезам и скрывала горькие думы. А меж тем старый год подошел к концу и начался новый. Пришла весна, запел соловей в ветвях сливы, цветущие возле карниза кровли, а я грустил о том, что невозвратно уходят годы и с ними жизнь. Радость новой весны была бессильно осушить мои слезы. В середине второй луны я отправилась в храм сияния добра. Я прошла перевал Усуи и висячий мост на горной дороге Кисо, то была поистине опасная переправа. Страшно было даже ступить ногой на бревнушко, заменявшее мост. Мне хотелось получше посмотреть все прославленные места, мимо которых лежал наш путь, но я шла не одна и, влекомая остальными паломниками, вынуждена была идти, не останавливаясь. Путешествовать не одной, а в целой толпе поистине весьма неудобно, поэтому я сказала, что дала обет пробыть в храме сияния добра несколько дней и осталась там, расставшись со спутниками. Они выражали беспокойство, боялись оставить меня одну, но я сказала, а разве кто-нибудь сопровождает нас, когда мы уходим в последний путь? Одинокими приходим мы в этот мир и уходим тоже одни. За каждой встречей неизбежно следует расставание, за каждым рождением смерть. Прекрасны цветы слива и персика, но в конце концов они возвращаются к своим корням. Ярко окрашены осенние кленовые листья, пышно разукрасившие деревья, но краса осени тоже недолговечна, она длится лишь до первого дуновения ветра, грусть расставания быстро проходит. И, сказав так, я осталась в храме одна. Храм сияния добра расположен не так красиво, как святилище Хатимана в столице или в Камакуре, но зато я узнала, что здесь было явление живого Будды, и сердце исполнилось упование и веры. Я встречала утро и вечер, непрерывно твердя молитву, решив повторить ее десятикратно сто тысяч раз. Повторить десятикратно сто тысяч раз считалось, что прочитавшему молитву миллион раз обеспечено после смерти переселение в рай. Проживал здесь некий Ивами из Такаоки, также носивший духовное звание, большой ценитель изящного, постоянно слагавший стихи, любивший музыку. Придя к нему в гости вместе с другими паломниками и монахинями, я увидала поистине изысканное жилище, совсем неожиданное для деревенского жителя. Многое в здешнем краю дарило отраду сердцу, и я осталась в храме до осени. Вплоть до восьмой луны я оставалась в горном краю Синано, ибо хотела на обратном пути увидеть осень на равнине Мусаси, но вот наконец покинула храм сияния добра. В краю Мусаси есть храм Асакуса, посвященный одинстеглавой канон. Все восхваляли чудотворную силу этого священного извояния. Мне захотелось побывать там, и я отправилась в храм Асакуса. Углубившись далеко в поле, я шла, раздвигая густые травы. Кругом рос только кустарник хаги, шафран и китайский мискант, такой высокий, что всадник верхом на лошади скрывался в зарослях с головой. Дня три пробиралась я сквозь эти травы, а им все не видно было конца. Чуть в стороне у боковых тропинок встречался иногда дорожный приют, но в остальном место было безлюдно, позади и впереди только поле, равнина без конца и без края. Храм богини Каннон стоял на небольшом холме, тоже посреди поля, кругом не деревце, поистине как в песне сложной Йоси Цуне Фудзиварой, далеко-далеко, где небо сливается с лугом, будто прямо из трав поднимается светлый месяц, озарив равнину Мусаси. Был вечер пятнадцатого числа, пора полнолуния. В этот вечер во дворце всегда звучали струны, правда, со мной не было косодэ, полученного в дар от государя, я поднесла его храму Хатимана в столице вместе с переписанными мною свитками лотосовой сутры, и потому хоть и не вправе была сказать «государе в подарок со мной придворное платье, ароматы былые, и ныне могу вдыхать я, но это не означает, что я забыла дворец, мои чувства не уступали глубиной чувствам человека, сложившего эти строчки». По мере того, как сгущалась тьма, луна, поднимаясь над травянистой равниной, блестела все ярче, и светлые капли росы, висевшие на кончиках травинок, сверкали, как драгоценные камни. «Вспоминаю, как встарь любовалась луной затененной из пределов дворца, а теперь запомню навеки эту ночь в печальном сиянье», думала я, едва не утопая в слезах. «Созерцаю луну, что светит в безоблачном небе, разве в силах моих позабыть навсегда отринуть образ в сердце запечатленной. Настало утром, нельзя было до бесконечности оставаться в пустынном поле, и я ушла. Наконец, я очутилась у реки Сумиды, переправилась на другой берег по большому длинному мосту, похожему на мосты Киомидзу или Гион в столице. Здесь встретились мне двое мужчин, в чистом дорожном платье. «Скажите, где протекает речка Сумида?» спросила я. «Она перед вами», услышала я в ответ. «А это мост Суда. В прежние времена здесь не было моста, приходилось переправляться на лодках, это было очень неудобно, поэтому построили мост. Сумида ласковое название, хотя простой народ зовет эту речку Суда. На том берегу было когда-то селение Мейоси. Крестьяне сажали рис, но зерно не родилось, было много пустых колосьев. Однажды правитель края спросил, как называется это селение, и, услышав в ответ Мейоси, сказал, неудивительно, что рис не родится. Он приказал дать деревне новое название Йосида, хорошее поле. После этого колос стал полновесным. Неудивительно, что рис не родится. Слово Мейоси означает пустой колос. Мне вспомнилось, что Нарихира вопрошал здесь Мияко-Дори, столичных птиц, но теперь у реки не было никаких птиц, и я сложила, напрасно пришла к тебе о Суми-Дори-Ка. Уж нет и в помине тех птиц, воспетых поэтом, что некогда здесь обитали. Нарихира вопрошал здесь Мияко-Дори. О столичных птицах японская Мияко-Дори пишет поэт Нарихира в лирических стихах, помещенных в повести Иссе. В над рекой клубился туман, застилая дорогу. Стемнело. Я шла, погруженная в печальные думы, а высоко в небе, словно в торе моей печали, кричали перелетные гуси. Небо чуждых краев мне слезы глаза застилают. Слышу жалобный клич, будто спрашивает о минувшем у меня гусиная стая. Колодец Хорикане многократно воспетый в стихах, теперь бесследно исчез. На прежнем месте стояло лишь одно засохшее дерево. Мне хотелось пойти отсюда еще дальше, углубиться в восточные земли, но в печальном мире нашем есть преграды на каждом пути. И, передумав, я пошла в Камакуру, чтобы оттуда возвратиться в столицу. Время шло, в середине девятой луны я собралась в обратный путь. Люди, с которыми я близко сошлась за время жизни в Камакуре, жалели о предстоящей разлуке. Один из них, самурай Иинума, навестил меня вечером накануне отъезда и принес разное угощение. «Этот последний вечер нужно провести за сочинением стихов цепочек», сказал он. Я была тронута его вниманием и умением ценить искусство поэзии. До поздней ночи мы занимались стихосложением. Помнится, как-то раз в один из предыдущих вечеров, тоже посвященных поэзии, он спросил, «Известно ли мне, где находится река слез?» И я ответила тогда, что «не знаю». Теперь он снова спросил меня, «Так вы в самом деле непременно должны уехать завтра?» «Да, остаться я не могу», ответила я, и тогда, прежде чем удалиться, он подал мне на подносе чарку сакэ, а на подносе было написано, «Не ведал я прежде, что ложем реки горьких слез рукав мой послужит, но и в чуже молвить не смею в час разлуки слово помедли». Пока я размышляла, надо ли послать ему вдогонку ответ и что написать, он вернулся, на этот раз с подарком дорожной одежды. «Это платье, надев, с ним в дороге не расставайся, пусть хотя бы оно сохранит печальную память о недолгих отрадных встречах». Я вспомнила, что люди с неодобрением косились на наши частые встречи, а некоторые даже подозревали, будто между нами существуют какие-то особые отношения, и ответила, из-за сплетен наветов доселе печалилась я, обливаясь слезами, а в разлуке от слез горючих рукава и вовсе истлеют. Не то, чтобы я особенно спешила в столицу, но в Камакуре оставаться тоже не собиралась и с рассветом пустилась в путь. Меня проводили очень сердечным, отправили назад в Паланкини и по очереди сопровождали от одного постоялого двора до другого, так что путешествие продвигалось успешно, и вскоре я прибыла в Саяно на Каяму. Мне вспомнились стихи Сайгё. «Разве подумать я мог, что вновь через эти горы пойду на старости лет, вершина жизни моей Саяно на Каяма». И я сложила. Перевал позади, но печалюсь, едва ли придется в этой жизни хоть раз миновать мне странницы снова горы Саяно на Каяма». Мне вспомнились стихи Сайгё. Перевод Веры Марковой. Сайгё дважды посетил перевал Саяно на Каяма во второй раз на склоне лет вершины жизни моей, но Нидзё не надеется дожить до старости и когда-нибудь снова увидеть эти прославленные места. В краю О-Вари я пошла помолиться в храм Ацута. Всю ночь я провела в храме. Паломники, молившиеся вместе со мной, рассказали, что пришли из великого храма Иссе. «Стало быть, Иссе близко отсюда?» спросила я, и они пояснили, что туда можно отправиться водным путем от пристани Цусимы. Я очень обрадовалась, что Иссе так близко и хотела тотчас же ехать, но решила сперва завершить давнишний свой обед, переписку тридцати последних разделов сутры Кэгон и пожертвовать рукопись в здешний храм Ацута. Я намеревалась продать все одежды, полученные в дар от разных людей в Камакуре. Конечно, они предназначали эти подарки для совсем другой цели, и на вырученные средства некоторое время прожить при храме, занимаясь переписыванием священных текстов. Но главный жрец стал учить меня, как писать, докучать разными советами, указаниями. К тому же снова разыгрался мой старинный недуг. В таком болезненном состоянии я все равно не смогла бы трудиться над перепиской, и я вернулась в столицу. Домой я вернулась, если не ошибаюсь, в конце десятой луны, но покоя не обрела. Напротив, мне было тягостно оставаться в столице, и я отправилась в нору. До сих пор все как-то не случалось побывать там, ведь я происходила не семейство Фудзивара, но теперь, когда я устала от дальних странствий, такое богомолье было как раз по силам, ведь нара отстоит совсем недалеко от столицы. У меня не было там знакомых, я все время была одна. Прежде всего, я пошла поклониться великому храму Касуга. Двухъярусные увенчанные башни ворота и все четыре строения храма, крытые черепицей, выглядели поистине величаво. По свист бури, веявшей сгор мнился ветром, пробуждающим смертных от сна земных заблуждений, а воды, журчавшие у подножья горы, казалось, смывают скверну нашей грешной юдоли. В храме Вакано-Мия я увидела жриц, молодых и изящных. Как раз в этот час лучи вечернего солнца озарили весь храм, заблестели на вершинах дерев, растущих на окрестных холмах, юные жрицы попарно исполняли священные пляски, и это было прекрасно. Эту ночь я провела в бдении на галерее храма, слушала, как пришедшие на молитву паломники распевают стихи, и на сердце у меня стало спокойней. Я глубоко постигла не только великое милосердие Будды ради спасения людей снизошедшего в этот край, в пыль и прах нашей грешной земли, но сподобилось также уразуметь и промысел Божий, ведущий смертных прозрению через создание стихов, празднословных пустых речей и суисловья, как иногда готовы назвать поэзию. Пустых речей и суисловья. Одна из заповедей Будды запрещает занятия светской музыкой, танцами, песнями и поэзией. Великий китайский поэт Бо Цзюй и 773-846 годы в конце жизни обратившийся в буддизм в одном из своих стихотворений просил прощения у Будды за грех сочинения стихов и выражал надежду, что его пустые речи и суисловия, как он уничижительно называл свои стихи, послужат вящей славе буддизма. Предание гласит, что в давние времена епископ Синки, ученик преподобного Ринкая из монастыря Кофукудзи, очень сердился на грохот бубнов и звон колокольчиков, долетавший из храма Касуга. «Если я когда-нибудь стану главой всех шести обителей Нары», сказал он, «я на вечные времена запрещу бить в бубны и колокольцы». Желание его исполнилось. Он стал настоятелем всех монастырей Нары и тотчас же осуществил то, что давно замыслил, запретил священные песни и пляски в храме Касуга. Тишина воцарилась за окрашенной в киноварь оградой. Музыканты и танцовщицы погрузились в уныние, но делать нечего, молчали, положившись на волю Божью. «Больше мне нечего желать в этой жизни», сказал епископ, «теперь буду ревностно молиться лишь о возрождении в грядущем существовании». И, затворившись в храме Касуга, он воззвал к Богу, вложив в молитвы весь пыл своего благочестия. И светлый Бог явился ему во сне и возгласил «Я всемогущий ради спасения неразумных людей умерил свое сияние и добровольно окунулся в пыль и прах сего грешного мира, где жизнь сменяется смертью. Ныне велика моя скорбь, ибо, запретив звон бубнов и колокольцев, ты отдаляешь смертных от единения с Буддой. Я отвергаю твои молитвы, они мне не угодны». С тех пор, кто бы не противился священным песням и танцам, как бы не порицал их исполнение, музыка и пение в храме Ка-Су-Га и поныне не умолкают. Когда мне рассказали об этом, душу охватило благоговение и на сердце стало спокойней. На следующее утро я посетила женский монастырь Лотос Закона Хакэдзи и встретилась с живущей там монахиней Дзя Куэнбо, дочерью министра Фуютады. Мы говорили о печалях нашего мира, где все недолговечно, все бренно, и за жизнью неизбежно приходит смерть. На какое-то мгновение я даже ощутила желание тоже поселиться в такой обители, но я понимала, что не создана для спокойной и тихой жизни, всецело посвященной изучению святой науки, и, влекомая грешным сердцем, для коего, видно, еще не приспела пора прозрения, покинула обитель и отправилась в монастырь Ко-Фу-Кудзи. По дороге я набрела на усадьбу преподобного Су-Ке-е, старшего жреца храма Ка-Су-Га. Я не знала, чей это дом, и прошла было мимо. Ворота выглядели так внушительно, что я приняла строение за какой-нибудь храм и вошла за ограду. Оказалось, однако, что это не храм, а усадьба знатного человека. Прекрасное зрелище являли хризантемы, высаженные рядами наподобие изгороди. Они уже немного привяли, но все еще могли бы соперничать красотой с хризантемами, растущими во дворце. В это время ко мне подошли двое юношей. Откуда вы, спросили они? И когда я ответила, что пришла из столицы, они сказали, что им стыдно за убогий вид увядших цветов. Речи звучали изысканно. Это были сыновья Суке-Ие, старший Суке-Нага, тоже жрец храма, и младший Суке-Тоси, помощник правителя земли Мино. Вдали от столицы скитаюсь и слухи ловлю, а тех, кто мне дорог, парк дворцовый напоминают хризантемы вроссапиросной. Дощечку с такими стихами я привязала к стеблю цветка и пошла было прочь, но хозяева увидали мои стихи, послали человека за мной вдогонку, заставили вернуться и оказали всяческое гостеприимство. «Побудьте у нас хотя бы недолго, отдохните», говорили они, и я, как то было и раньше во время моих скитаний, осталась на несколько дней в этом доме. Храм Цюгудзи, посвященный принцу Сётоку, построен усердием его супруги, принцессы Оэрацумэ. Принц Сётоку 572-621 годы, один из основателей японской государственности, поощрявший распространение буддизма в Японии. Я была растрогана, услышав рассказ об этом, и отправилась в этот храм. Настоятельницу, монахиню Синьо Бо, я когда-то встречала во дворце. Как видно, она меня не узнала, может быть, потому что стала уж очень стара годами, и я не стала называть себя, сказала только, что просто проходила, мол, мимо, вот и зашла. Не знаю, за кого она меня приняла, но встретила очень ласково. В этом храме я тоже осталась на день другой. Оттуда я направилась в храм Хорю и в храм Лес Созерцания Дзен Риндзи, иначе называемый Тайма. С благоговением выслушала я рассказ, записанный в анналах этого храма. Одна из здешних монахинь, благородная Тюдзё, дочь министра Тойонарии Фудзивары, мечтала увидеть живого Будду. Однажды к ней явилась незнакомая монахиня. «Дайте мне десять связок лотосовых стеблей», сказала она, «и я сотку из них картину рая во всем его несказанном великолепии». Получив стебли, она надергала из них нити, прополоскала нити водой, взятой из свежевыкопанного колодца, и они сами собой окрасились в пять цветов. Когда нити были готовы, явилась другая женщина, попросила наполнить светильник маслом, и за время между часом вепря и часом тигра соткала картину, после чего обе женщины удалились. «Между часом вепря и часом тигра время с десяти часов вечера до четырех утра». «Когда же я снова увижу вас?» спросила Тюдзё, и женщины ответили. «Великий Кашьяпа в старину праведных получал, затем Бодхисатва Хоокки обитель здесь основал?» «Ты к чистой земле стремилась душой? Ныне из наших рук прими эту мандалу и молись, избавлена будешь от мук». Кашьяпа один из наиболее ревностных учеников Будды, проповедник буддизма, санскритская Маха-Кашьяпа Мандала символическая картина, изображающая рай. С этими словами женщины взмыли небеса и улетели в сторону запада. В сторону запада, согласно буддийским представлениям, райские чертоги Будды Амиды находились на западе. Надгробие принца Сетоку, сложенное из камней, выглядело величественно, с волнением взирала я на эту могилу. В храме как раз шла переписка лотосовой сутры, я обрадовалась благому совпадению и, прежде чем уйти, поднесла одеяние на нужды храма. Так переходила я от одного святого места к другому, а тем временем подошел Новый год. Во вторую луну четвертого года Сео, я вернулась в столицу и по дороге зашла помолиться в храм Хатимана в Ива Семидзу. Четвертый год Сео, 1291 год. Путь от Нары не близкий. Я пришла туда, когда день уже клонился к вечеру, поднявшись на холм кабани-инос и носака. Я подошла к храму. В пути мне встретился путник, карлик, уроженец края Ивами. Он тоже направлялся на богомолье. Мы пошли вместе. За какие грехи, совершенные в прошлой жизни, вы родились таким калекой, спросила я. Известно ли вам об этом? Беседуя, мы приблизились к храму. Я увидала, что ворота, ведущие к павильону Баба-Доно, открыты. Их всегда открывали, когда туда приезжал главный смотритель, и я уже хотела пройти мимо, ибо никто, разумеется, не уведомил меня, что сегодня сюда пожаловал государь Го-Фу-Кокуса. Вдруг ко мне подошел человек, похожий на придворного слугу. «Пожалуйте в павильон Баба-Доно», сказал он. «Кто приехал туда? И за кого меня вы принимаете?» «Странно. Может быть, вы ошиблись? Зовут не меня, а этого карлика?» спросила я. «Нет, никакой ошибки тут нет», ответил слуга, «зовут именно вас. С позавчерашнего дня здесь пребывает прежний государь Го-Фу-Кокуса». Слова замерли у меня на устах. Мы не виделись столько лет. Конечно, в глубине сердца я всегда помнила государя. В минувшие годы, перед тем, как уйти от мира, я приходила к нему проститься. Моя тетка Кё-Го-Ку устроила эту встречу, и я считала, что видела его тогда в последний раз в жизни. Я была уверена, что никто не может узнать прежнюю Нидзё в этой монахине, облаченной в изношенную черную рясу, истеченную инеем, снегом, градом. Кто опознал меня, думала я, все еще не в силах уразуметь, что меня зовет сам государь. Наверное, кто-нибудь из женщин свиты подумал, а ведь похоже. Конечно, это не Нидзё, но все-таки позовем ее, дабы убедиться, что мы ошиблись. Пока я так размышляла, прибежал еще один человек, самурай из дворцовой стражи, и принялся торопить «Скорей, скорее!» Больше у меня не нашлось отговорок. Я пошла к павильону и остановилась в ожидании у раздвижных дверей на веранде северного фасада. Внезапно из-за дверей раздался голос «Не сиди там, так тебя скорее могут заметить». Знакомый голос этот ничуть не переменился за долгие годы, сердце в груди забилось, я была не в силах двинуться с места, но государь опять сказал «Иди ты же сюда скорее!» Медлить было неприлично и я вошла. «Право, я заслужил похвалу, сразу узнал тебя. Теперь ты видишь мою любовь. Сколько бы лет не прошло, мое сердце не забыло тебя», сказал государь. Он говорил еще о многом, о делах давно минувших, о событиях недавних, о том, что связь между мужчиной и женщиной увы, не подвластна только велению сердца. Меж тем короткая ночь подошла к концу, вскоре стало совсем светло. «Сейчас я затворился здесь по обету, нужно строго соблюдать весь устав, но мы обязательно снова встретимся как-нибудь на досуге», сказал он, вставая, снял с себя три косо де и подал мне, говоря, «Это тебе на память мой тайный дар. Носи не снимая. Эта любовь, эта забота заставили меня забыть обо всем, о прошлом и будущем, о мраке грядущего мира. Все, все забыла я в ту минуту, никакими словами не выразить скорбь, сдавившую сердце, а ночь меж тем безжалостно расцвела, государь сказал «до свидания», прошел в глубину покоев и затворил за собой раздвижные перегородки. Как напоминание о нем остался лишь аромат дорогих курений. Этот знакомый запах пропитал и мою одежду, как бы свидетельствуя, что я и впрямь была рядом с ним совсем близко. Казалось, моя черная ряса насквозь пропахла благоуханием. Монашеская одежда чересчур бросалась в глаза. Я заторопилась, кое-как надела под низ подаренный государем Косаде и покинула павильон. Наряд злототканный мы вместе на ложе любви стелили когда-то, а теперь лишь от слез бесплодных черной рясы рукав намокает. В слезах шептала я, унося в сердце дорогой образ. Мне казалось, я сплю и вижу сон, сон во сне. Ах, как хотелось мне остаться здесь, в храме, хотя бы еще на день, снова встретиться с государем хоть один единственный раз. Но, с другой стороны, ведь я уже не та, что была. Я превратилась в изможденную худую монахиню в убогой черной одежде. Он позвал меня, повинуясь внезапному порыву, и поэтому вынужден был ко мне выйти, а теперь, конечно, жалеет. Позвал, не подумавши, и напрасно. Я должна понять это, и не оставаться назойливо торчать здесь, как будто жду вторичного приглашения. Только глупая женщина способна так поступить. Разумом смирив сердце, я решила возвратиться в столицу. Нетрудно понять, что творилось при этом у меня на душе. Мне захотелось еще раз увидеть государя, посмотреть, как он идет на молитву, хотя бы издали бросить взгляд. Из-за опасения, как бы черная ряса снова не остановила его внимание, я надела сверху одно из полученных в дар косо-де. Я стояла в толпе, замешавшись среди других женщин. По сравнению с прошлым государь очень переменился, я с волнением смотрела на его изменившийся облик. Тюнагон Сукетака вел его за руку, когда он входил по ступеням в храм. Мне становится тепло на душе, как подумаю, что теперь мы оба и ты и я носим одинаковую монашескую одежду, еще звучали в моих ушах слова, сказанные при вчерашнем свидании. О разном, говорил он, вспомнил даже то время, когда я была малым ребенком, а на мокром от слез моем рукаве казалось, остался запечатленным дорогой образ. Я покинула гору мужей, храм Хатимана, шла по дороге на север в столицу, а душа моя, казалось, осталась там, на горе. мне не хотелось долго оставаться в столице, решив на сей раз непременно выполнить давнишний свой обед, закончить переписку с утры Кэгон, начатую в прошлом году. Я снова отправилась в храм от Сутта. Я проводила ночь в бдении, когда около полуночи над храмом вспыхнуло пламя. Легко представить себе шум и переполох, поднявшийся среди служителей храма. Огонь так и не удалось погасить, уж не потому ли, что сам Бог наслал тот огонь, смертные были не в силах его одолеть. В один миг храм вознесся ввысь к небесам, обратившись в бесплотный дым. Когда рассвело, сбежались умельцы-плотники, дабы заново отстроить святыню, ставшую пеплом. Старший жрец обошел пожарище. Среди строений храма имелся павильон, его называли неоткрываемым. В эру богов его собственноручно построил Ямато Такеру, сам некоторое время там пребывавший. И что же оказалось? Рядом с еще дымившимся каменным основанием стоял деревянный лакированный ларец шириной в один, а длиной в четыре сяку. Удивленные люди сбежали взглянуть на это чудо. Старший жрец, особенно причастный божеству, приблизившись, взял ларец, чуть приоткрыл, взглянул и сказал, в красных парчевых ножнах хранится здесь нечто, очевидно священный меч, и с этими словами, открыв павильон меча, поставил туда ларец. Но вот что самое удивительное, в ларце оказалось послание, уцелевшее в пламени. Я слышала, как это послание читали вслух, оно гласило, бог сего храма Ямато Такеру родился в десятом году после восшествия на престол императора Кейко. Император повелел ему усмирить варваров Эйбису на востоке страны, перед тем, как отправиться в край Адзума на восток, Ямато Такеру пришел в храм Исе проститься с великой богиней Аматерасу, и Оракул великой богини возвестил, в прошлом до рождения в облике человека ты был великим богом Сусано. Одолев восьмиглавого змея в краю Идзумо, ты извлек из его хребта сей меч и преподнес мне, ныне возвращаю его тебе вместе с ножнами, обнажи его, если жизни твоей будет грозить опасность. С этими словами ему вручили меч и парчевые ножны. В краю Суруга в охотничьих угодьях на равнине Микарино враги пустили в поле огонь, чтобы погубить Ямато Такеру. Внезапно меч, которым он был опоясан, сам собой выскочил из ножен и пошел косить траву на все четыре стороны. Ямато Такеру достал лежавший в ножнах кремень, высек огонь, пламя побежало на врагов, помрачило им взор, и они погибли все до единого. С тех пор это поле называют Яки-Дзуно, горелое, а меч получил название «Коси трава». А меч получил название «Коси трава». История волшебного меча один из популярных сюжетов японской мифологии. Я слушала, как читали это послание, вспомнила вещий сон некогда мне приснившийся, и душу охватил благоговейный восторг. В обстановке суматохи и треволнений, причиненных пожаром, невозможно было спокойно трудиться над перепиской с утры, и я решила отправиться к святилищу великой богини Ама-Тарасу в Иссе, воспользовавшись удобной морской переправой Цусима. Было начало четвертой луны, деревья покрылись зеленой листвой, вид был чудесный. Прежде всего, я пошла к внешнему храму. Здесь, в Ямадо Ноохара, роща криптомерии впрямь вызывала желание дождаться первого кукования кукушки, как писал о том Сайгё. Пусть не слышно еще твоих песен в тени криптомерии, я тебя подожду. О, кукушка в рощи зеленой подле храма Ямадо Ноохара. Я увидела большое здание, предназначенное для жрецов разных рангов. Перед началом богослужения они совершали здесь обряд очищения. Мне говорили, что в храмы Иссе не допускают буддийских монахов и монахинь в их черных рясах, и потому, не зная, как быть, я спросила, где и как мне поклониться богине. Вы можете пройти до вторых ворот и в большой двор за воротами, сказал один из жрецов. Все кругом выглядело очень величественно. Из помещения вышло несколько человек, судя по одежде, жрецов. Откуда вы? Обратились они ко мне. Я пришла из столицы в поисках благодати, ответила я. Вообще-то буддийская ряса не должна бывать здесь, сказали они, но вы, как видно, устали, поэтому боги простят вас. Меня пригласили войти в дом и обошлись со мной приветливо и любезно. Пойдемте, я покажу вам храм. Внутрь входить запрещается, но вы сможете поклониться богине издали, сказал один из жрецов. Мы прошли к священному пруду, над которым склонились ветви вековых криптомерий. Здесь жрец торжественно совершил обряд очищения и удалился, держа в руках ритуальный священный жезл. Увы, душа моя так греховна, что навряд ли этот обряд способен ее очистить, с грустью думала я. Перед тем, как уйти к себе в маленькую хижину неподалеку от храма, которую мне удалось отыскать, я спросила, кто тот добрый человек, который сопровождал меня. Меня зовут Юки-Тада, я третий помощник главного жреца, в моем ведении находится все хозяйство храма, ответил один из моих собеседников, а тот, кто сопровождал вас к священному пруду, Цуне-Йоси, младший сын первого помощника. Тронутая добротой жрецов я сложила стихотворение, написала его на куске священной бумаги и послала жрецам, привязав письмо к ветке священного дерева Сакаки. «Милосердным богам, нисходящим на грешную землю, верно служите вы, оттого и снисходите верно к бедной страннице в черной рясе». Ответ Юки-Тады гласил «Для ничтожных жрецов, принесших обет состраданье, все на свете равны, как для игл, вечно зеленых, в этой роще Ямада Нохара». Я провела семь дней в молитвах при внешнем храме, стараясь постичь великую тайну, смысл собственного существования. Жрецы то и дело присылали мне свои стихи и то и дело устраивали поэтические собрания, где мы слагали стихотворения цепочки. Заниматься поэзией было отрадно, но здесь, как и в любом синтаистском храме, негде было читать сутру, совершать буддийские обряды. В нескольких тё от храмов Исэ находилась, однако, маленькая буддийская кумирня услада закона Харакуся. Я провела там целый день, читая молитвы, а когда стемнело, попросилась на ночлег в небольшой монастырь Каннондо, тут же, поблизости, где обитало несколько буддийских монахинь, но они резко мне отказали и безжалостно выставили за дверь. Отчего же у вас не нашла я ни капли участия? Разве суетный мир не отринула я душою, в рясу чёрную облачившись? Отломив ветку вечно зелёного дерева, растущего возле входа, я привязала к ней своё стихотворение и послала монахиням. Ответных стихов они не прислали, но тотчас же позвали назад и оставили ночевать. С этой ночи мы подружились. По прошествии семи дней я собралась ко внутреннему святилищу. Цуна-Йоси, жрец, сопровождавший меня в первый день пребывания в ИСЭ, прислал мне стихотворение «Ненадолго в сей храм заглянули вы гость ей случайной, но единой сердца, коль пленила их прелесть песен, скорбна мысль о скорой разлуке». Я ответила «Пусть бы даже была я здесь не случайною гостьей, что печалится зря, ведь ничто в этом бренном мире неизменным не остается». Жрецы внутреннего святилища отличались особым пристрастием к поэзии. Они уже прослышали, что во внешнем храме остановилась на богомолье поэтесса и ждали меня. Со временем, дескать, эта поэтесса обязательно придет на поклонение и во внутреннее святилище. Я немного смутилась, узнав об этом, но делать было нечего, и я распростилась с внешним храмом. Я поселилась в местности, которая зовется Ямадой. Рядом находилось жилище одной благородной дамы. В один прекрасный день молодая служанка принесла мне от нее послание. Довелось мне узнать, что прибыли вы из столицы, и от вести такой стало вдруг отрадно и грустно, на руках слезинка упала. Эта дама была вдовой Нобунари, жреца второго ранга. В письме говорилось, что она непременно навестит меня. Я ответила, «О минувших годах вы, должно быть, хотите услышать, но лишь вспомню тот мир, как от боли сжимается сердце. Я ответить, увы, не в силах». Летней ночью я пошла во внутреннее светилище, когда луна еще не показалась на небосводе. Сюда тоже не допускали паломников в черных буддийских рясах. Я смотрела на храм издали, с берега священной речки Мимосусо. Вокруг святилища богини были во множестве расставлены деревья Сакаке. И, кроме того, его окружала ограда в несколько рядов, так что оно казалось далеким и неприступным. Но когда я увидела горизонтально срезанные концы балок, скрещенных на фронтоне святилища в знак того, что здесь, именно в этом храме охраняется благополучие императора, я невольно была взволнована, и молитва «Да пребудет здравым и невредимым драгоценное тело, сама собой невольно слетела с уст. Не иссякла любовь, чье начало сокрыто во мраке. Пусть на веки веков драгоценная жизнь продлится, о тебе я молюсь, как и прежде». Вея прохладой пронесся порыв божественного ветра, плавно струились воды реки мимо Сусо, из-за горы богов Камидзи позади храма взошла луна. Мне казалось, она сияет здесь особенно ярко, и свет ее виден далеко окрест, даже за пределами нашей страны. Благополучно завершив поклонение богине, я пошла прочь, и, проходя мимо строений, в которых жили жрецы, увидела, что в покоях главного жреца Хисайоси все ставни закрыты. В ярком лунном свете его жилище выглядело удивительно печальным, а ведь считается, что внешний храм посвящен богу луны, подумала я и сложила. Отчего же луну вы в жилище впустить не хотите, ставни плотно прикрыв? знаю, знаю, что в святилище солнца службу правите вы, и все же. Я написала стихотворение на священной бумаге, привязала к ветке дерева сакаки, оставила на веранде дома и вернулась к себе. Не знаю, сам ли Хисайоси нашел мое послание, но его ответ, тоже привязанный к ветке сакаки, гласил, мог ли я хоть на миг пренебречь сиянием лунным, путь лучам преградив? Оттого не открылись ставни, что у старца сон слишком крепок. Я провела здесь семь дней, а когда собралась уходить, спросила, где находится бухта Футами, которая некогда пришлась по сердцу богини. Хорошо, мы вас туда проводим, гласил ответ, и мне любезно дали впровожатые младшего жреца Муненобу. Мы пошли вместе, и я увидела все прославленные места, чистое взморье, где совершают очищение паломники, знаменитые сосны Маки-э на берегу бухты Футами, огромную скалу, которую бог грома расколол пополам одним пинком Наги, увидела храм на побережье, посвященный богам-супругам Саби, здесь они приветствовали богиню Ямато-Химе. Дальнейший путь мы продолжали по воде в лодке, по дороге осмотрели острова Тоси, Госен и Тору. У острова Госен во множестве добывают съедобные водоросли, жрецы храмов Исэ приезжают сюда собирать эти водоросли, которые подносят затем, как ритуальное угощение великой богине Аматерасу. Отсюда произошло и название острова Госен «Подношение». А остров Тору «Проезжай» получил свое название от того, что представляет собой гигантскую скалу, часть которой размыло море, так что посреди острова образовался как бы пролив. Лодка плывет по этому проливу, а сверху наподобие огромной кровли нависает скала. Безбрежное море простирается вдаль. Вид чудесный. В храме Коасакума, одном из двадцати четырех подведомственных храмом Исэ, хранилось священное зеркало, изготовленное богом Литейщиком для великой богини Аматерасу, дабы богиня видела в нем свой отраженный облик. Но злоумышленники похитили зеркало и погрузили его на дно пучины. Но зеркало отыскали и снова вернули в храм. Тогда богиня возвестила через оракула «Даю обет спасти все живущее в этом мире вплоть до существ, одетых в чешую». Как только она это сказала, зеркало само вышло из храма и явилось на вершине скалы. На этой скале растет одинокое дерево, дерево сакуры. Когда волна прилива вздымается чересчур высоко, зеркало переходит с земли на верхушку дерева и в остальное время пребывает на скале. Мне стало отрадно на сердце, когда я услышала о клятве богини спасти все живые существа в нашем мире. Захотелось остаться здесь на другой день, помолиться в тишине и покое и я осталась в местечке Сиуай, найдя приют в доме главного жреца храма. Ко мне отнеслись очень приветливо. На душе у меня было хорошо и спокойно. Я провела здесь несколько дней. Мне сказали, что бухта Футами особенно прекрасна при лунном свете и вместе с несколькими женщинами я отправилась на морской берег. Поистине слова бессильны передать прекрасное зрелище и исполненное очарование. Мы провели на побережье всю ночь и вернулись только с рассветом. Не забыть мне вовек этой ночи в бухте Футами предрассветной порой неизбывной луны сиянье озаряет берег и волны. Я никак не ожидала, что о моем пребывании в этих местах стало известно во дворце государя. Очевидно, это случилось потому, что одна из придворных дам Терудзуки, служившая при трапезной, доводилась родственницей главному жрецу храма Исе. И вот я неожиданно получила от нее письмо. Удивленная, я развернула послание. Оказалось, что это Терудзуки подробно передает мне чувства и слова государя. Пристрастившись к луне, сияющей над бухтой футами, ты, конечно, совсем забыла о дворце. Мне хотелось бы вновь побеседовать с тобой, как в прошлый раз. Волнение переполнило мою душу, я была сама не своя. Как могу я забыть лик луны, что мне воссияло там, в покоях дворца, в чужедальних краях повсюду предо мною твой светлый образ, ответила я. Оставаться здесь бесконечно было нельзя. Я вернулась во внешний храм и решила возвратиться оттуда в храм от сута, чтобы продолжить мой труд переписку с утры, ибо суматоха, вызванная пожаром, там, конечно, давно уже улеглась. Мне было грустно расставаться с храмами Иссе, и я сложила на божественный путь. Направь меня, храм Ватараи, до конца моих дней буду я к тебе обращаться в жизни суетной, многотрудной. В день, когда я уже собралась в путь, рано утром мне принесли из внутреннего храма письмо от главного жреца Хисайоси. Я глубоко сожалею о вашем отъезде. Непременно снова посетите нас на праздниках в девятой луне. Тронутая его вниманием, я ответила, я надеюсь, что вас смогу в долголетии счастливым с государем сравнить, и когда-нибудь снова мы будем любоваться полной луною. Поздним вечером мне опять принесли от него письмо. Не знаю, о чем ваши заветные думы и мольбы, другим это знать не дано, но не могу не ответить на ваше стихотворение, в котором, прославляя государя, вы желаете счастья также и мне, писал он. К письму был приложен подарок, два куска шелка, которым славится местность Иссе, и стихотворение новых встреч под луной Буду ждать я терпенье исполнясь Ваши строки храня Вместе с соснами вековыми За священной оградой храма. Чтобы поспеть к первой лодке, отплывающей ранним утром, я еще накануне пришла в селение именуемое О-Минато, Большая гавань. Я прилегла ненадолго вздремнуть в убогой хижине Соливара, и мне невольно вспомнились слова древней песни. Пусть меня ожидает простор морской или круче, где гнезда бакланы вьют, только бы быть с тобой. Острова, куда кит заплывает порой, или степи, где тигры свирепые ждут, только бы быть с тобой. А я сказал, сколько бы я ни ждала, не будет мне утешения, в какую бы даль не забрела, нет надежды навстречу. Еще не рассвело, когда я покинула хижину, и тут мне принесли письмо от жреца Цуне-Йоси. Посылаю письмо, которое написал еще тогда, когда вы пребывали во внутреннем святилище, но вовремя не отправил. О, как горько теперь даже слышать про бухту Наруми. Ведь туда по волнам вы отправитесь, нас покинув. Я рука в слезой орошаю. Я ответила, пусть мы знали давно, что нас ожидает разлука, но настал этот час, и теперь на пути к Наруми не от волн рукава промокли. В храме Ацута полным ходом шла постройка, восстанавливали сгоревший храм, кругом все были поглощены работой, но мне не хотелось опять откладывать переписку с утры, и я все-таки добилась, чтобы мне отвели помещение, где завершила наконец переписку последних тридцати свитков с утры, Кэгон. Эти свитки я поднесла в дар храму. Церемонией подношения руководил неприметный провинциальный монах, похоже было, что он сам толком не понимает смысл того, что совершает, но я позаботилась, чтобы все обряды были соблюдены, в том числе исполнение музыки для утехи богов-хранителей сутры. Затем я вернулась в столицу. После неожиданной встречи с государем на горе мужей от Окояма, встречи, которую я не забуду даже в грядущем потустороннем мире, государь через близкого мне человека то и дело снова звал меня, приглашал к себе. Я была ему благодарна от всей души, но пойти не решалась. Так бесплодно шли дни и луны, сменился год, уже наступила девятая луна следующего, пятого года Се-О, то есть 1292 года. Государь любил бывать в загородном дворце Фу-Семи. Там дышалось ему привольней. Здесь никто не узнал бы о нашей встрече, писал он мне. Помнится, я решила тогда, что и впрямь туда бы можно пойти, и по всегдашней своей слабости не в силах противиться зову сердца, все еще хранившего память о первой любви, тайно пошла во дворец Фу-Семи. Меня встретил доверенный человек и повел, указывая дорогу. Это было забавно, ведь я и без того знала здесь все ходы и выходы. В ожидании государя я вышла на высокий балкон зала девяти буд и огляделась вокруг. Река Удзи катила внизу печальные волны, я смотрела на них со слезами волнения, и мне вспомнили стихи, так ярко сверкает над бухтой Акассии луна, порой предрассветной, что лишь волны, гонимые ветром, и напомнят про мглу ночную. Около полуночи государь вышел ко мне. Я глядела на его неузнаваемо изменившийся облик, озаренный ярким светом луны, сиявший на безоблачном небосводе, и слезы туманили взор, мешая ясно увидеть его лицо. Он говорил о многом, а я слушала, как он вспоминал минувшие времена, начиная с той поры, когда я малым ребенком сидела у него на коленях, и вплоть до того дня, когда, покинув дворец, навсегда с ним рассталась. — Наша жизнь полна горе, так оно и должно быть, ибо мы живем в мире скорби. «Но все же почему ты ни разу не пришла, не пожаловалась на свою тяжкую участь?» спросил он. «Но о чем бы я стала жаловаться, если не о том, что он забыл меня, бросил, обрек на скитание по свету? А об этом горе, об этой обиде кому я могла поведать, и кто бы меня утешил? Но открыто высказать все, что было на сердце, я не могла, и лишь с волнением слушала его речи. С горы О-То-Ва доносился жалобный клич оленя, колокольный звон в храме Фу-Семи возвестил приближение утра, и колокол гулки, и трубный оленей призыв меня вопрошают, о чем под небом рассветным проливаю сегодня слезы? Рассвело, и я ушла, унося глубоко, запечатленный в сердце облик государя, и рукава мои были влажны от слез. Когда я уходила, государь сказал, хотелось бы снова встретиться с тобой такой же лунной ночью, пока я еще живу в этом мире, но ты как будто вовсе не стремишься к свиданиям, все время твердишь только о встрече на том свете в раю. Отчего это? Какой зарок ты дала в душе? Дальние странствия на восток страны или даже в танскую землю обычное дело для мужчин, но женщинам я слыхал не под силу столь трудные путешествия, для женщин в дороге слишком много преград. Кто же твой спутник, вместе с тобой бегущий прочь от скорбного мира? С кем ты заключила союз? Не может быть, чтобы ты странствовала одна. Из твоих рассказов я заключаю, что люди, с которыми ты обменялась стихами, не просто первые встречные случайные спутники, обычные любители поэзии тамка. Наверное, вас связывали тесные узы, соединяющие женщину и мужчину. Иначе не может быть, ведь на твоем пути встречалось так много мужчин, упорно выпытывал государь. С тех пор, как покинув девятивратную столицу, окутанную весенней дымкой, я пошла бродить сквозь туманы, ответила я, нет у меня пристанища, где я могу хотя бы на одну ночь спокойно преклонить голову, ибо сказано, нигде не обрящите вы покоя. девятивратная эпитет заимствован из китайской литературы для обозначения в высоком стиле столичного града, считается, что в глубокой древности резиденция правителей в Китае была окружена стеной, имевшей девять ворот. И еще сказано о деяниях, совершенных в прошлом, узнаешь по воздаянию в нынешней жизни. Теперь я наконец поняла, что все мои горести, ничто иное, как возмездие за грехи, свершенные в былых воплощениях, союз однажды расторгнутый, вновь заключить невозможно. Я родилась в семье Минамото, ведущей свой род от великого Хатимана, но тем не менее знаю, здесь, в этом мире, мне больше не видеть счастья. И все же, придя в восточной земле, я прежде всего поклонилась святилищу Хатимана, великого Бодхисаттвы на журавлином холме Цуругаока. Я просила об исполнении заветной моей мечты, о воскресении к жизни вечной в раю, об искуплении моих грехов. Я говорю вам чистую правду, ибо недаром сказано, только правдивые сподобятся благодати. Я исходила земли Востока, была всюду, вплоть до равнины Мусаси, до речки Сумиды, но за все это время ни одной ночи не провела в любовном союзе, ибо согреши я хоть один единственный раз, священная триада Бодхисаттв в храме на журавлином холме навеки отвергла бы меня, изгнав из числа живых созданий, спасти которых эта троица клятвенно обещала. Я навсегда погрузилась бы в глубину преисподней, в ад бесконечный. Если бы я заключила любовный союз во время паломничества к святыне Иссе у чистых вод речки Исудзу, если бы привязалась там к кому-нибудь сердцем, великие дайни тенерай, владыка и спаситель обоих миров, телесного и духовного, в тот же миг обрушил бы на меня свою кару. Стихи об осенних резантемах, что сложила я в Наре у подножия горы Микаса, возникли просто в порыве чувств, под впечатлением минуты. Если бы там, в Наре, я вступила в любовную связь, прилепилась бы к кому-нибудь сердцем, великий бог Касуга, охраняющий все четыре стороны света, отвернулся бы от меня, лишив бы защиты. Тогда напрасны были бы все испытания, которым я себя подвергала, а удел мне достался бы очень тяжким, муки в подземном мире. Я потеряла мать в раннем детстве, двух лет от роду, даже лица ее не упомню, пятнадцати лет лишилась отца, с тех пор я всегда оплакивала покойных родителей, рукава до сих пор не просохли от слез, пролитых об их безвременной смерти. Но милосердие государя утешило мое юное сердце, в моем сиротстве я недостойная была согрета вашей заботой. Когда же я стала взрослой, вы были первым, кто сказал мне слова любви. Могла ли я не ответить всем сердцем на ваши чувства? Даже неразумной скотине ведома благодарность. Стало быть, будучи человеком, я тем паче не могу забыть любовь, которой вы меня одарили. В раннем детстве ваша доброта была мне дороже света, луны и солнца, а когда я выросла, вы стали ближе матери и отца. Много лун, много лет миновало с тех пор, как мне пришлось неожиданно вас покинуть. Но с тех пор, случайно увидев ваш выезд или посещение храма, я всякий раз проливала слезы тоски о прошлом, а в дни присвоения новых чинов и званий больно сжималось сердце при виде просветания других семейств возвышения моих прежних товарок. Смирив тщеславные заблуждения, я бродила по всей стране в надежде, что странствия помогут развеять пустые думы, осушат бесполезные слезы. Да, я бывала среди мужчин, случалось, ночевала в кельях монахов, мы обменивались стихами, наслаждались высоким искусством стихосложения, у таких людей я оживала подолгу, и злые языки нередко судачили на мой счет, сомневаясь, что за дружба нас соединила. Злых людей на свете без счета, много их и в столице, и в дальних пределах. Я слышала, случается даже, что, встречая паломниц, смиренно протягивающих руку за подаянием, они склоняют их против воли к неправедному союзу. Не знаю, может быть, мне просто ни разу не встречались такие люди, но только я всегда стелила в изголовье лишь свой одинокий рукав. Если бы здесь, в столице, нашелся человек, с которым я могла бы соединить рукава, возможно, мне стало бы теплее холодной ночью, когда с гор веет студенный ветер, но такого друга у меня нет. Оттого провожу я весенние дни под сенью цветущей сакуры, а осенью ночую среди багряной листвы в пустынных полях, где охапка травы служит мне изголовьем, и горюю, слыша замирающий звон цикад, ведь их участь так сходна с моей судьбой. Что ж, возможно, что, обходя храм за храмом, творя молитвы, ты впрямь блюла чистоту, оттого ты и призываешь богов свидетели, но в столице, говоря о своей жизни в столице, о богах, ты ничего не сказала, не потому ли, что среди старых твоих знакомцев отыскался человек, к которому ты вновь возвратилась, снова стал пытать меня государь. Навряд ли, мне суждено еще долго прожить на свете, но сейчас мне нет еще и сорока лет, не знаю, что будет дальше, но до сегодняшнего дня мне не встретился такой человек ни среди старых, ни среди новых друзей. Если я сказала неправду, пусть понапрасну пропадут все две тысячи дней, что я провела за чтением лотосовой сутры, на которую единственно уповаю, пусть пойдут прахом все мои труды по переписке сей святой сутры, пусть они приведут меня после кончины вместо райской обители лишь к трем сферам зла. Если я сказала неправду, пусть не будет мне блаженства в потустороннем мире, пусть я буду вечно терпеть мучения в аду бесконечном, так и не увидев светлой зари, когда Будда Майтрея снова сойдет на землю. Услышав мои слова, государь долго молчал. «Поистине никогда не следует ничего решать, полагаясь только на собственные суждения», наконец сказал он. «После смерти твоей матери и кончины отца я один был обязан заботиться о тебе. Но вышло по-другому, мне казалось, из-за того, что ты по-настоящему меня не любила, а ты оказывается предана мне так глубоко. Теперь я вижу, что сам великий Бодхисаттва Хатиман свел нас в тот раз в своем храме, чтобы я наконец узнал, как сильно ты меня любишь». Меж тем луна, склонившись к западу, скрылась за краем гор, взошло солнце и засияло ярче с каждой минуты. Я поспешила уйти, чтобы не привлекать внимание своей черной одеждой. «Непременно встретимся снова в ближайшее время», сказал государь. «Никогда не забуду звук его голоса. Он будет раздаваться в моих ушах даже в потустороннем мире». После возвращения государя в столицу ко мне в дом неожиданно явился человек, доставивший мне от него щедрый подарок. Благодарность переполнила мое сердце. Ласковые слова государя и то уже согрели мне душу, даже мимолетное его сострадание подарило мне радость. Что же говорить о такой сердечной заботе? Я не знала, что делать от счастья. Давно уже порвалась моя связь с государем, давно не оказывал он мне никакого внимания, я уж и думать об этом забыла. Но оказалось, что в сердце его все еще сохранилась жалость ко мне. Пожалуй, так следует назвать это чувство. Думала я и снова вспоминала все, что соединяло нас в прошлом. Свиток Пятый Ицукусиму храм в краю Аки в давние времена посетил император Такакура. Он прибыл морем на корабле. Такакура 80-й император Японии 1161-1181 годы. Рассказ о его поездке на богомолье в храм Ицукусима предпринятый незадолго до смерти включен во многие памятники средневековой литературы. Меня манило морское странствие. Хотелось пройти по его следам по белопенным волнам и я решила отправиться на богомолье в Ицукусиму. Как повелось, я села в лодку в селении Тоба, спустилась вниз по речке Йодо и в устье пересела на морское судно. Робость невольно проникла в сердце, когда вверилась я жилищу на волнах. Услышав, как люди на корабле толкуют «Вот бухта Сума», я вспомнила, как в древности тосковал здесь в изгнании Тюнагон Юкихиро. Мне захотелось спросить хотя бы у ветерка, пролетавшего над заливом, где же стояла одинокая хижина Юкихиры. Я Юкихиро из рода Аривара, 818-893 годы, царедворец и поэт. Его временная ссылка в бухту Сума послужила темой для многих произведений японской поэзии, прозы и драмы. На ночь судно причалило к берегу. Было начало девятой луны. В увядших побитых инеем зарослях слабо прерывисто звенели цикады, а откуда-то издалека долетал к изголовью неумолчный стук, то в окрестных селениях отбивали ткани деревянными колотушками. Приподняв голову, я невольно прислушивалась к этим унылым звукам, без слов передававшим печальную прелесть осени. Утром, когда я проснулась, мимо проплывали суда, скрываясь в неведомой дали, как тот корабль, о котором сложена старинная песня «Я во след кораблю, что за островом в бухте Акасии предрассветной порой исчезает туманом сокрытой, устремляюсь нынче душою». Куда плывут они, кто знает, вот оно, грустное очарование плавания по морям. Когда наше судно проплывало мимо бухты Акасии, мне показалось, я впервые по-настоящему ощутила, что было на сердце у блистательного принца Гэнзи, когда, тоскуя о столице, он обращался в стихах к луне, месяц, чалый скакун, ты ночью осенней сквозь тучи, мчись в далекий дворец, чтобы там хоть на миг увидеть милый лик, меня покоривший. Милый лик, меня покоривший. Стихотворение Мурасаки Сикибу Повесть о Гэнзи Глава Акасии Так плыли мы все дальше и дальше, и вскоре наш корабль пристал к берегу в гавани Томо, что в краю Бинго. Это очень оживленное место, а неподалеку есть там маленький остров, именуемый Тайга-Сима. Здесь живут покинувшие мир Девы Веселье, выстроив в ряд хижины кельи. Все они родились в семьях, погрязших в Урихе, и сами тоже жили в плену пагубных земных страстей и желаний. Нарядившись в пропитанные благоуханием одежды, мечтали они о любовных встречах, и, расчесывая длинные черные волосы, гадали лишь о том, чья рука вновь спутает эти пряди на ложе любви следующей ночью. С заходом солнца ожидали, с кем свяжет их ночь в любовном союзе, а на рассвете грустили, что приходится расставаться. Не странно ли, что эти женщины отказались от такой жизни и затворились на этом острове? Какие же обряды совершаете вы по утрам и вечерам? Что привело вас к прозрению спросила я, и одна из монахинь ответила. Я была хозяйкой всех этих дев, ныне удалившихся от мира сюда, на остров. На пристани держала я дом, где обитало много красавиц, и жила тем, что добывали они своей красотой. Проезжие люди заходили к нам в гости, мы радовались, когда они приходили, а когда корабль уплывал, грустили. Так жили мы день за днем. Первым встречным со всем незнакомым людям клялись в любви до гроба. Под тенью цветущей сакуры в знак вечной любви подносили полную чарку саке, меж тем, как в сердце не было ни капли настоящего чувства. Незаметно промчались годы, и вот мне уже перевалило за пятьдесят. Не знаю, видно, такова моя карма, так кажется, говорится, только разом очнулась я от этой жизни, подобной сновидению, полному пагубных заблуждений, и решила навсегда расстаться и с домом своим, и с грешной жизнью. Здесь, на острове, каждое утро хожу я в горы, собираю цветы и подношу их Буддам всех трех миров. Слушая речь этой женщины, я почти позавидовала ее судьбе. Корабль стоял у этого острова день-другой, а потом поплыл дальше. «Посетите нас снова на обратном пути», говорили отшельницы, горюя, что наступает разлука, но я подумала, «Нет, мы расстаемся навеки, больше мне не суждено побывать здесь», и ответила, «Если бы знать я могла, сколько зорь еще встретить придется в этом долгом пути». «Только странницы бесприютной жребий свой угадать не под силу». Наконец корабль прибыл к острову Миядзима. Над безбрежными волнами издалека виднелись храмовые ворота тории птичьей насест. Галереи храмом длиной в сто восемьдесят кэн как будто поднимаются из воды. Кэн мера длины равная метру восьмидесяти одному сантиметрам. Множество лодок и судов пристают прямо к этим галереям. Предстояла большая служба, и мне удалось полюбоваться разнообразным искусством здешних жриц на ИСИ. В двенадцатый день девятой луны, готовясь к предстоящему празднику, жрицы пели и танцевали на предназначенном для представлений помосте, так же, как галереи, помост устроен над водой, пройти туда можно прямо из храма по галереям. Выступали восемь жриц на ИСИ, все в разноцветных косаде с длинными белыми шлейфами. Музыка была обычная. Мне было отрадно слышать знакомую мелодию и видеть пляску платья из перьев, изображавшую Ян Гуй Фэй, возлюбленную танского императора Сюань Цзуна. Ян Гуй Фэй, наложница танского императора Сюань Цзуна, восьмой век, история любви императора и его наложницы, воспета великим китайским поэтом Бо Цзюй и в поэме «Вечная печаль». А в день праздника танцовщицы в синих и красных парчевых одеждах были прекрасны как бодхисаттвы. Нарядные шпильки в волосах, блестящие позолоченные головные уборы точь в точь такой же была, наверное, Ян Гуй Фэй. С наступлением темноты зазвучала музыка еще громче. Мне особенно запомнилась мелодия «Осенние ветры». Когда же совсем стемнело, праздник окончился, и люди, их собралось здесь множество, возвратились по домам. Все опустело. Остались лишь редкие богомольцы, решившие провести всю ночь в молитве. Из-за гор позади храма взошла полная луна тринадцатой ночи. Казалось, она выплыла прямо из сада, окружавшего храм. Волны прилива подступили под самые галереи. Луна, сиявшая на безоблачном небосводе, отражалась в воде, так что невольно брало сомнение, уж не поселилась ли она на дне этих вод. Меня вдохновляло сознание, что светлый бог с душой чуждой грешных земных страстей, чистый, как это безбрежное море, обитает здесь, в Ицукусиме. И так как в облике этого бога явил себя Будда Амида, я шептала слова молитвы, о ты, сиянием озаряющий мир, спаси и не отринь все живое взывающее к тебе, укажи мне путь к спасению. О, если бы в сердце моем не было греха, как счастлива я была бы, думала я, и против воли душа полнилась нетерпением. Я недолго оставалась в Ицукусиме и вскоре пустилась в обратный путь по внутреннему Японскому морю. На том же корабле ехала некая женщина почтенного вида. «Я живу в Ати, что в краю Бинго», сказала она. «По обету ездила помолиться в Ицукусиму. Приезжайте погостить в нашем доме», пригласила она меня. «Я еду в край Тоса. Хочу побывать на мысе Отчаяние, Асидзуре», ответила я, «но на обратном пути навещу вас». «На этом мысе есть храм, посвященный Бодхисатве Каннон. Нет в том храме перегородок, нет и священника-настоятеля. Собираются только паломники, да случайные прохожие, все вместе и знатные, и простолюдины». «Отчего так?» спросила я, и мне рассказали. В давние времена служил здесь некий монах, и был у него служка, монах меньшего чина. У этого служки было доброе сердце. Однажды, неизвестно откуда, забрел сюда какой-то монашек и стал кормиться в храме утром и вечером. Служка каждый день делил с пришельцем свою трапезу. Настоятель стал ему выговаривать, «Добро бы ты поделился с ним раз другой, а ведь день за днем отдавать половину своей еды не годится». На следующее утро опять явился монашек, служка и говорит, «Будь моя воля, я охотно делил бы с вами мою еду, но настоятель бронит меня, поэтому больше не приходите, сегодня я в последний раз вас угощаю», и опять накормил его, отделив половину от своей доли. Тогда пришелец сказал, «Вашу доброту я никогда не забуду, пойдемте со мной в мое жилище». И служка пошел за ним. Это показалось настоятелю странным, он тихонько отправился следом и увидел, что монашек и служка пришли на мыс, уселись в маленький челн и, отталкиваясь шестом, поплыли на юг. «Куда же ты едешь, покинув меня?» в слезах закричал настоятель, и служка откликнулся, «Еду в горный край Поталаку». Поталака, санскрит, гора в Южной Индии, где якобы проповедовал учение Будды Бодхисаттва Авалоките Швара. Глядит настоятель и видит, что оба монашка вдруг превратились в двух Бодхисаттв, Каннон и Сейси, один стоит на носу, другой на корме. Сейси, Бодхисаттва Матастхама, Прапта, санскрит, вместе с Бодхисаттвой Каннон является неизменным спутником Будды Амиды, образуя одну из традиционных буддийских Триад. Тут раскаялся настоятель в своем поступке, горечь проникла в сердце и, обливаясь слезами, стал он в отчаянии колотить оземь ногами, из-за того, что делал он различия между людьми, не признавал их равными, случилось с ним такое несчастье. С тех самых пор в этом храме не разделяют людей на низкорожденных и благородных. Вот каковы превращения богов и Будд. Тридцать три раза меняют они свой облик, дабы преподать урок смертным, с благоговением, подумала я, услышав этот рассказ. А в храме Сато, что в краю Аки, почитают бога Цусано. Мне вспомнился храм Гион в столице, посвященный этому богу, и стало тепло на сердце. Я провела здесь ночь и пожертвовала храму священные бумажные ленты Гохэй. Гохэй полосы белой, пятицветной или золотистой бумаги, заменявшей ткань, которые подносили в дар богам. Гохэй развешивали перед синтоистским храмом. В Мацуяме в краю Сануки у круче белый пик Сирамине похоронен государь Сутоку. Экс-император Сутоку 1119-1164 годы после неудавшейся попытки дворцового переворота был сослан на остров Сикоку в край Сануки, где он и умер. Мне давно уже хотелось побывать там, а тут как раз нашелся в тех краях человек, доводившийся мне родней. Я решила его навестить и, когда судно причалило к берегу, сошла с корабля. В храме цветок закона Хоккэдо, где покоится в могиле пра-государя Сутоку, монахи переписывали лотосовую Сутру. Увидев их благой труд, я подумала, что даже если душе покойного императора суждено было попасть в сферу зла, теперь он непременно будет спасен, и на сердце у меня полегчало. Мне вспомнились дела давно минувших времен, стихи Сайгё, сложенные при посещении этой могилы, и сама взволнованная до глубины души я сложила, если в мире ином ты память хранишь о минувшем, о печалях земных, не оставь меня состраданием даже там под могильными мхами. Меж тем уже наступил конец одиннадцатой луны, и тут как раз случился корабль, отплывавший в столицу. Обрадованная, я решила вернуться домой с этим судном, но по дороге разбушевались волны и ветер повалил снег, преграждая путь кораблю. Зачем понапрасну обмирать от страха, подумала я, и узнав, что край бинго недалеко, решила побывать там. В ближайшей гавани я сошла с корабля и стала спрашивать селение Ватти, куда приглашала меня моя попутчица, когда я возвращалась из Ицукусимы. Оказалось, Ватти отсюда очень близко, совсем рядом, я обрадовалась и, долго не раздумывая, остановилась на несколько дней в доме у этой женщины. Однако я увидела, что каждый день к хозяину дома приводили мужчин и женщин, и он так жестоко их избивал, что право глаза бы не глядели. Что бы это значило, недоумевала я, но это было еще не все. Он спускал сокола, называя эту забаву соколиной охотой и таким способом убивал разных птиц, а также охотился сам, приносил много дичи. Иными словами, этот самурай глубоко погряз в грехе. В это время пришло известие, что скоро в Ватти прибудет из Камакуры по пути на Богомолье в Кумано близкий родич хозяев, принявший постриг самурай Йодзо Хиросава. Весь дом пришел в волнение, во всех близлежащих поселках стали готовиться к прибытию знатного гостя, обтянули заново шелком раздвижные перегородки и очень огорчались, что некому их разрисовать. «Если бы были под рукой кисти и краски, я могла бы это сделать», сказала я без всякого умысла, но не успела вымолвить эти слова, как хозяева заявили, рисовальные принадлежности имеются в селении Томо и приказали человеку бегом бежать туда за кистями и красками. «Вот незадача», раскаивалась Яну, было уже поздно. Краски принесли, Яна рисовала картину и все домашние пришли в восхищение. Смешно было слышать, как они твердили «Оставайтесь здесь жить». Тем временем прибыл гость, знатный монах или кто он там был. Его приняли с почестями, всячески ублажали, а он, увидев разрисованные перегородки, сказал, «Вот уж не думал, что в такой глуши найдется человек, так хорошо владеющий кистью. Кто это рисовал?» «Это странница, живущая в нашем доме», гласил ответ. «Она, несомненно, умеет также слагать стихи. Среди богомольцев часто встречаются такие люди. Уверен, что не ошибся. Хотелось бы ее повидать», пожелал гость. «Ох, как нехорошо получилось», подумала я, но, зная, что он собирается на богомолье в Кумано, сказала, что встречусь с ним на обратном пути, когда он будет возвращаться, и сразу ушла. Меж тем, неподалеку от Вати, в селении Эда, жил старший брат хозяина. Оттуда пришли несколько женщин, чтобы помочь принять гостя, и стали говорить мне, приезжайте и к нам в Эду, там красиво, как на картине. Жить в доме жестокого самурая было тягостно, вернуться в столицу, когда все кругом завалило снегом, тоже было никак невозможно, и я решила поехать в Эду, остаться там до конца года. Не придав особого значения своему переезду, я отправилась в Эду, но оказалось, что мой поступок привел в ярость самурая из Вати, и он стал кричать, что есть мочи, эта женщина-служанка, служившая у меня долгие годы, она удрала, ее поймали в Ицукусиме и на силу вернули домой, а теперь ее опять у меня сманили, убью. Вот так новость, подумала я, но брат самурая успокоил меня, не обращайте внимания на речи неразумного человека. У него в доме было много молодых девушек, обладавших, как мне показалось, душой чувствительной. Не скажу, что я так уж сильно к ним привязалась, но все же здесь мне было не в пример спокойнее, чем в прежнем жилище. Однако, услышав об угрозах самурая из Вати, я все-таки испугалась, да что же это такое? К счастью, в это время завершив паломничество в Кумано, по пути домой снова прибыл тот знатный монах Хиросава. Самурай из Вати стал жаловаться ему на старшего брата, дескать, тот поступил неблаговидно, сманил у него служанку. Дело в том, что Хиросава, родной дядя обоих братьев, был наместником всего этого края. В толк не возьму. Это что же тяжба из-за служанки, воскликнул он. Разве ты знаешь, кто она? Испокон веков повелось, что люди ходят на богомолье, и кто она в столице, никому неизвестно. Стыдно затевать по такому поводу непристойную ссору. А вскоре нам сказали, что наместник посетит Эду, и здесь тоже поднялась суета. Здешний хозяин объяснил наместнику, отчего разгневался младший брат. Из-за богомолки, совсем не причастной к нашему дому, между братьями вспыхнула ссора, сказал он. «Какой позор!» ответил наместник. «Немедленно отправь эту женщину в край битю и при том с провожатым». Я была рада услышать об этом его приказе и, встретившись с наместником, рассказала, как и почему очутилась в вати. «Да, иной раз талант вместо награды сулит беду», сказал наместник. «Вы так прекрасно рисуете, что самураю из вати не хотелось вас отпускать». Потом мы слагали стихи цепочки и пятистишья танка на заранее определенную тему. Присмотревшись хорошенько к наместнику, я узнала в нем одного из участников поэтических собраний, который устраивал в Камакуре старший самурай Иинума. Мы оба подивились этой случайной встрече, и наместник отбыл в селение Ида. Мое внимание привлекли здешние бамбуковые ограды с необычным плетением, и я сложила. Я хотела забыть о превратностях бренного мира, но настала зима, и бамбуковым чистоколом поднялись заботы, тревоги. Наступил Новый год. Меня все сильнее тянуло назад, в столицу, но еще держались сильные холода. Все говорили, что в такое время ехать морем опасно. Я и сама боялась морской дороги, но в конце второй луны все-таки решила пора. Узнав, что я собираюсь в путь, наместник опять пожаловал ве-ду, снова слагал со мной стихи цепочки, а на прощание даже преподнес мне щедрые подарки на память, наверное, потому, что знал, что я состою в родстве с госпожой Комати, у которой бывал в Камакуре. У нее в доме жила дочь Сёгуна, принцесса Накацукаса, а наместник состоял ее воспитателем. Когда я добралась до селения Эбара в краю Битсю, Сакура уже была в полном цвету. Я отломила ветку, отдала ее моему провожатому и попросила передать наместнику Хиросаве. Вместе с веткой я послала стихотворение. Горных вишен цветы, даже если преградою встанет между нами туман, обо мне дуновенье ветра, пусть напомнит благоуханьем. Наместник прислал ответ, хотя, чтобы доставить его письмо, нарочному понадобилось два дня пути. Я цветы сохраню и также останутся в сердце лепестки ваших слов. Лишь одно сожаление достойно той беседы прискорбная краткость. На пути в столицу я посетила храм Кибицу. Это очень причудливое строение, больше похожее на усадьбу, чем на храм. Внутреннее убранство тоже напоминает скорее жилые покои. Это производит несколько странное впечатление. Дни стали длиннее, ветры улеглись, и вскоре я вернулась в столицу. На сей раз на мою долю выпало поистине странное приключение. Что было бы, если бы не приехал наместник? Сколько бы я не твердила, что этот самурай из вати вовсе не мой хозяин, а я не его служанка, кто бы за меня заступился? Какая ужасная участь, может быть, меня ожидала? Воспоминание об этом охладило мою страсть к паломничеству. я не решалась отправиться в новое странствие и надолго поселилась в столице. Когда я спросила, что нового случилось в столице в мое отсутствие, мне рассказали, что больна государыня, захворала еще в самом начале года. Что с ней встревожилась я в душе, но мне не у кого было расспросить о больной, и только от совсем посторонних людей я узнала, что она безнадежна, и поэтому ей пришлось покинуть дворец, переехать в загородную усадьбу Фу-семи. Ничто в мире не долговечно. Это старая истина, подумала я, услыхав эту новость. Но все-таки почему она вынуждена покинуть дворец, свой дом, с которым сроднилась, где прожила жизнь? Ведь она восседала рядом с украшенным всеми десятью добродетелями, днем помогала ему управлять государством, ночи проводила в его опочивальне, казалось бы, в час кончины ей должны оказывать такие же почести, как государю. Почему же так обошлись с ней? Но пока в голове моей теснились такие мысли, поднялся переполох, скончалась. В ту пору я жила в столице неподалеку от дворца Фу-Сими и пошла туда, повинуясь безотчетному желанию увидеть, что происходит. Первой покидала дворец дочь покойной, государыня Юги-Мон-Ин. Двое самураев дворцовой стражи подали для нее карету. Правый министр Кинхира Сайон-Дзи тоже, как видно, находился здесь, потому что я слышала, как стражники переговаривались, министр тоже сейчас отбудет. Но прежде всего они торопились отправить государыню. Я видела, как подали ей карету, но потом опять последовало приказание повременить, и карета отъехала. Государыня снова прошла назад во дворец. Так повторялось несколько раз. Я понимала горе государыни, навеки разлучившейся с покойной матерью, и мне было жаль ее от души. Кругом собралось много народа, пользуясь этим, я подошла близко к карете и услышала, как люди говорили, нам казалось, государыня уже совсем уезжает, а она вдруг отъехала. Опять пошла во дворец. А когда в конце концов государыня села в карету, ее облик выражал столь великое горе, что даже посторонние люди невольно заплакали с нею вместе, и все, кто слышал рассказ об этом, тоже пролили слезы. У покойной государыни было много детей, но все они умерли во младенчестве, осталось только государыня Югимон Ин. Неудивительно, что мать и дочь любили друг друга особенно нежно. Теперь я сама воочию убедилась в этом, и мне казалось, что горе государыни было сродни тому, что пришлось пережить мне ничтожный, когда я в давно минувшие годы схоронила отца. Если бы я по-прежнему служила во дворце, какие чувства владели бы мной в эти минуты, думала я, глядя на похоронную процессию, последний выезд в этом мире императрицы, супруги государя, Гофу Кокусы. Удивительна мысль, что всесильную императрицу довелось пережить, мне ничтожнейший из ничтожных, уж не сон ли ни на вожденье. За упокойную службу служили в загородной усадьбе Фу Семи. Я слыхала, что присутствовали и государь, и государыня Югимон Ин, и хорошо представляла себе их скорбь. Но с тех пор, как не стало человека, служившего посредником между мной и государем, я лишилась всякой возможности поведать ему и его дочери о том, как искренне соболезную горю. Мне оставалось лишь молча скорбеть душой. Так жила я, в одиночестве встречая утро и вечер, а тем временем, кажется, это было в шестую луну того же года, разнеслась весть, что государь, что гофу кокуса болен. Говорили, что у него лихорадка, и пока я вне себя от тревоги со дня на день ждала вести, что болезнь миновала, мне сказали, что больному напротив с каждым днем становится хуже, и во дворце уже возносят моление Богу Эмме. Я пошла во дворец, но не нашла никого из знакомых, у которых могла бы узнать, как чувствует себя государь, и ни с чем вернулась домой. Что если не сон тебе еще сможет поведать о скорби моей, о том, как тоскою объята рукав орошаю слезами? Я изнывала от беспокойства, слыша, как люди толкуют, приступы лихорадки следуют один за другим. Как бы ни случилось несчастье, что если я, быть может, никогда больше его не увижу, теснились в голове тревожные думы. Я была в таком горе, что начиная с первого дня седьмой луны затворилась в храме Хатимана, совершила тысячекратное поклонение богу Такэноути, молила его отвести беду, послать государю выздоровление. На пятые сутки молитвы мне приснилось солнечное затмение, и я услышала голос, возгласивший «Солнце скроется с небосвода». Примечание переписчика В этом месте опять кусок рукописи отрезан, что следует дальше неизвестно. Продолжаю переписку с начала уцелевших строк. Поглощенная заботой о том, как узнать о больном государе, я пошла к северной горе Китаяма в усадьбу вельможи Санэканэсо Йондзи и попросила передать. Некогда я служила государю, хотелось бы ненадолго встретиться с господином. Однако никто не спешил докладывать обо мне, может быть, от того, что облачена я была в убогую черную рясу. Я заранее написала и взяла с собой письмо на случай, если не удастся самой повидать Акэбоно, и теперь достала его, попросив передать, но даже письмо сразу взять не хотели. Уже наступила ночь, когда ко мне вышел самурай по имени Харуо и взял письмо. Через некоторое время он вернулся и передал слова господина, может быть, от того, что я уже стар, что-то я ее не припомню. Пусть придет опять послезавтра. Я обрадовалась. Но вечером десятого дня, когда я снова пришла в усадьбу, слуги сказали, что господин уехал во дворец, потому что государь при смерти. У меня потемнело в глазах при этом новом известии, и я побрела домой. Проходя конским ресталищем Укон, кланяясь храму Китано, храму Хирано, мимо которых лежал мой путь, я молила богов взять мою жизнь взамен его жизни, и с горечью думала, что если молитва моя будет услышана, я исчезну, как исчезает роса, а государь даже не узнает, что умерла я ради него. Если мне суждено раньше милого с жизнью проститься, я молю об одном, пусть во сне меня он увидит светлой каплей росы рассветной. Дни проводила я погруженная в скорбные думы, ночами горевала, не смыкая глаз до рассвета, и вечером четырнадцатого дня снова пошла в усадьбу Сайондзи. На сей раз господин меня принял. Он говорил о былом, вспоминал разные события прошлого, а потом сказал «Похоже, что нет надежды на исцеление». Не описать словами горе, охватившее меня при этих его словах. Я пришла в усадьбу с тайным намерением попросить Акебоно, нельзя ли мне как-нибудь еще хоть раз встретиться с государем, но не знала, как об этом заговорить. Но Акебоно, как видно, понял, что творилось в моей душе и сказал, что государь вспоминал обо мне. «Приходи во дворец», сказал Акебоно, и я быстро покинула усадьбу, чтобы никто не увидал моих слез. На обратном пути близ Утино мне повстречалось много людей, идущих на кладбище проведать своих родных, ныне уже бесплотных, и я подумала, придет время, и я тоже отойду к числу мертвых. Те, кто ныне пришел поклониться Рассе на могилах, тоже обречены в свой черед уйти безвозвратно, ибо век наш, увы, недолг. На следующий день, поздно вечером, я пришла во дворец Томикодзи, вошла во двор через ворота позади дворца, на пересечении второй дороги и улицы Кё-го-ку, спросила вельможу Сайонзи и с его помощью, словно в каком-то призрачном сне, увидела государя. А на утро, помнится, это было в шестнадцатый день, я услыхала «Скончался». Я готовилась к этому в глубине души, и все-таки, когда услышала, что все кончено, безысходное горе и жалость сдавили сердце. Я опять пошла во дворец. В одном углу двора ломали алтарь, воздвигнутый для молебнов о здравии, подвор усновали люди, но стояла тишина, не слышно было ни звука, в главных покоях, небесном чертоге, си-син-дэн, ни огонька. Наследник, как видно, еще засветло уехал во дворец на вторую дорогу, удалившись от скверны, все опустело. По мере того, как сгущались сумерки, становилось все безлюдней. Когда вечер перешел в ночь, почтить память покойного государя прибыли оба наместника из Рокухары. Токинори Ходзио расположился со свитой на улице Томикодзи, приказав выставить горящие факелы у карнизов крыш вдоль всей улицы. А Садзаки Ходзио сидел на походном складном сиденье у проезда Кё-го-ку перед ярко горевшим костром, а позади двумя рядами стояли его вассалы. Это выглядело, надо признать, очень торжественно. Наступила уже глубокая ночь, но мне некуда было идти. Я осталась одна на опустевшем дворе, вспоминала минувшее. Мне казалось, вот сейчас, минуту назад, государь был рядом, живой, здоровый. Никакими словами не описать мое горе. Я взглянула на луну, она сияла так ярко, о, скорбная ночь, так невыносимо сиянье луны в небесах, что для сердца черные тучи будут нынче горькой отрадой. В древности, когда Шакья Муни переселился в Нирвану, луна и солнце померкли, опечалились неразумные твари, птицы и звери. Вот и моя скорбь была так велика, что даже ясная луна, которую я всегда воспевала в стихах, теперь будила в душе лишь горечь. Когда рассвело, я вернулась домой, но успокоиться не могла. Услыхав, что распорядителем похорон назначен Сукефуюхино, зять Тюнагона Накакане, я пошла к его жене, с которой была знакома, попросить, чтобы мне позволили хотя бы издали еще раз взглянуть на государя в гробу, но получила отказ. Делать нечего, я ушла, но по-прежнему хотела во что бы то ни стало еще раз его увидеть. Переодевшись в светское платье, я целый день простояла возле дворца, но так и ничего и не добилась. Наступил уже вечер, когда мне показалось, что гроб внесли в зал. Я тихо приблизилась, взглянула сквозь щелку между бамбуковыми шторами, но увидела только яркий свет огней, очевидно, там, в окружении этих огней стоял гроб. В глазах у меня потемнело, сердце забилось, вскоре раздался голос «Выносите». Подъехала карета, гроб вынесли. Прежний император Фу-Сими проводил гроб отца до ворот. Я видела, как в горе он утирал слезы рукавом своего кафтана. Я тотчас же выбежала на проезд Кео-Гоку и пошла следом за погребальной каретой, шла босиком, потому что, когда стали выносить гроб, обувь моя куда-то запропастилась, и я, растерявшись, так и не нашла ее в спешке. Когда карета сворачивала на запад от пятого проезда Кео-Гоку, она зацепилась за установленный там бамбуковый шест. Плетеная штора с одной стороны свалилась, и слуга, взобравшись наверх, стал ее привязывать. В это время я заметила Тю-Дзё Су-Ке-Юки, одетого в глубокий траур. Скорбью веяло от его черных рукавов, насквозь промокших от слез. Пройду еще немного и вернусь. Еще немного и вернусь, думала я, но повернуть назад все не хватало духу. Я продолжала идти, босые ноги болели, я шла медленно и постепенно отстала. Где-то, кажется, возле рощи глициний фудзино море попался навстречу прохожий. Процессия ушла далеко? спросила я. Мимо храма и нари покойников не везут, так что, наверное, повезли другим путем, отвечал тот человек. Мимо храма и нари покойников не везут. Синтаистское божество и нари покровительница пищи, так называемых пяти злаков, в первую очередь риса. Все связанное со смертью не должно приближаться к храму, ибо смерть, согласно синтаистской религии, неразрывно связана с понятием скверны. На дороге к храму никого нет, уже час тигра, скоро рассветет, как же вы собираетесь их догнать, куда вы идете. Как бы ни случилось с вами беды, ступайте домой, я провожу вас. Но я была не в силах вернуться ни с чем с полпути, и, плача, совсем одна продолжала идти вперед, а на рассвете увидела лишь дымок, курившийся на месте погребального костра. Все уже было кончено. Не передать словами, что пережила я в тот миг. Думала ли я, что доживу до этой скорбной минуты. Усадьба Фу-Семи была близко отсюда. Мне вспомнилось, как этой весной, когда скончалась государиня, ее дочь, государиня Югимон-Ин, провожала ее вместе с отцом. Теперь она осталась совсем одна. Я представила себе, как должно быть велико ее горе, и сложила стихи. След вечерней росы растаял, исчез безвозвратно. Я, скорбя былом, вновь и вновь рукава орошаю, проливаю горькие слезы. Государыня Югимон-Ин жила сейчас в усадьбе Фу-Семи. Уж с ней-то я могла бы поговорить о прошлом, поведать ей мою душевную боль, но по случаю траура ворота были на запоре, даже справиться о здоровье государыни было не у кого. Долго блуждать возле ограды не подобало, и я побрела домой. Мне рассказали, что государыня опять облачилась в траур, а я, если бы я по-прежнему служила во дворце, как в старь, какой глубокий траур я бы надела, когда скончался государь инок го-сага, вспомнилось мне, отец хотел, чтобы я тоже носила траур, но государь воспротивился, она еще слишком молода, пусть носит обычное платье, только не очень яркое. А вскоре уже в восьмую луну того же года мне пришлось надеть траур по отцу. Бесчисленные воспоминания вставали в душе, и я сложила стихи «Нет, не станет черней от скорби моей беспросветной черной рясы рукав, хоть горюю с императрицей об одном ужасном несчастье». Мне не с кем было поделиться моим горем, и я пошла молиться в храм небесных владык. Теннодзи в надежде найти там успокоение, ибо слыхала, что в этом храме слово Будда обладает особой силой. Там в тишине и покое намеревалась я читать сутры, всецело предавшись молитве, но скорбные мысли о покойном государе преследовали меня. С грустью думала я о государыне Югимон Ин, представляя себе, как велика должна быть ее печаль, как темнеет рукав весеннего светлого платья от осенней росы. Так душа моя омрачилась безысходной тоской печалью. Приближался сорок девятый день после кончины государя. Я вернулась в столицу и в тот же день пошла на панихиду в дворцовую усадьбу Фу-7. Никто из многочисленного собрания не скорбит так сильно как я с болью думалась мне. Когда служба закончилась, были сделаны щедрые пожертвования храму. Увы, с этого дня официальный траур закончился. Стояла осень, начало девятой луны, когда обильная роса, но слезы, которые проливали теперь в женских покоях дворца, были еще сильнее. Услыхав, что сын покойного, прежний государь Фу-7, отныне поселится во дворце Томи-Кодзи, я вспомнила прошлые времена, когда я там служила, и принц, только что назначенный наследником, поселился в угловом павильоне. Все наводило на печальные воспоминания о прошлом. Осень всегда самое грустное время года. Недаром сказано, слышен в плаче цикад, отзвук скорби непреодолимый. Как осенней порой этот стрекот в ночи бессонной душу старца томит и гложет. Вот и отец мой, и государь оба скончались осенью. Горько было сознание, что Бог не внял моей просьбе, пусть я ничтожна, но ведь я так его умоляла взять мою жизнь взамен жизни государя. Увы, я все еще живу в бренном мире и должна теперь в седьмой раз встречать седмицу со дня его кончины. При мысли об этом против воли становилось обидно. В монастыре трех источников Мидера есть храм вечной обитель Дзё-Дзюин, посвященный светлому богу Фудо. Предание гласит, что когда первосвященник Тико захворал и был уже близок к смерти, его ученик праведный Сё-Ку взмолился к Богу. Пусть я ничтожный, недостоин милости Божьей, но все же внемли моей просьбе, возьми мою жизнь взамен жизни учителя, которому я столь многим обязан. Он прибегнул к помощи жреца Иньян Сэймэя Абэ, чтобы тот перенес болезнь учителя на ученика. Но тут светлый Бог возвестил через Оракула «Ты хотел перевоплотиться в учителя, я же ныне воплощаюсь в тебя». Болезнь Тико прошла, и Сё-Ку тоже остался жив. Я видела от государя неизмеримо больше добра, чем получила от своего наставника Сё-Ку. Почему же остались в туне мои мольбы? Я молилась Богу храма Ивасимидзу. Недаром зовется он Хатиман, спаситель бесчетных мириад людей в нашем мире скорбей. Стало быть, как бы ничтожно я не была, мои молитвы должны были дойти до Бога. Государь тоже верил в него всем сердцем. Поистине невозможно изменить то, что предначертано человеку законом кармы, думала я по дороге домой, и всю ночь не могла сомкнуть глаз и сложила. Не узнает никто, не узрит ясновидец премудрый дальний путь с той души, что в заоблачные высоты устремилась землю отринув. Мне осталось переписать еще двадцать свитков из великого собрания сутр. Я хотела завершить этот труд до истечения ста дней после кончины государя, но у меня не осталось никакого имущества, чтобы покрыть расходы по переписке, кроме одной единственной монашеской рясы. Не могла же я отдать и ее. Моих средств не хватало даже на скудное пропитание, ничего годного для продажи не было. Но я все еще сохранила два подарка, оставленные мне на память матерью и отцом. Перед смертью мать поручила отдать мне ее туалетный прибор, лакированный с позолотой ларец с узором, изображавшим мандаринских уточек парами. Все туалетные принадлежности внутри ларца и даже зеркало украшал такой же узор. Отец подарил мне на память письменный прибор для туши и кистей. По лакированной крышке были разбросаны золотые блески и на их фоне выпуклые гербы дома Кога, журавли в ромбовидной рамке, а на внутренней стороне крышки сияло инкрустированное золотом надпись «Собственноручно сделанное отцом». Да не будет конца дням счастья. Я берегла эти вещи пуще собственной жизни, а когда настанет мой смертный час, они должны были сопровождать мое бездыханное тело на погребальный костер. Отправляясь на богомолье, я оставляла дорогие предметы на хранение знакомым людям с такой душевной тревогой, будто расставалась с родным детятей, а возвращаясь, прежде всего спешила забрать назад, и мне казалось при этом, будто я снова встречаюсь с матерью и отцом. Тридцать три года служил мне прибор для туши, а туалетным ларцом я пользовалась уже сорок шесть лет. Оба эти подарка были мне бесконечно дороги, и все же, если рассудить, хорошенько дороже всего на свете жизнь, а ведь я готова была отдать этот бесценный дар в обмен на жизнь государя, тем паче не стоит беречь мирские сокровища, они подобны наследству, которое некому завещать. Пусть эти вещи перейдут к чужим людям, зато я выполню мой обед. На средства, вырученные от продажи туалетного ларца и прибора для туши, смогу отслужить молебны за упокой государя, за блаженство моих родителей в потустороннем мире. С этим решением я достала мои сокровища, с которыми сроднилась за долгие годы, они безмолвствовали, но могла ли я смотреть на них без грусти. Как раз в это время мне сказали, что некая девица просватана за жителя восточных провинций и перед отъездом хочет купить туалетный прибор наподобие моего, причем готова заплатить намного больше, чем я рассчитывала. Как не жаль мне было расставаться с заветным ларцом. Я обрадовалась. Наверное, сам Будда сжалился над моей нищетой. Передавая ларец новой хозяйке, я сложила, о, как горестно мне с родительским даром прощальным расставаться навек. Ведь ларец драгоценный этот об отце и матери память. Прежде чем начать переписку остававшихся двадцати свитков великого собрания, я отслужила, как положено, службу покаяния в грехах в храме двойных деревьев Сориндзи на восточной горе Хигасияма. Раньше, трудясь над перепиской, я ни на минуту не забывала о государе, вспоминала прошедшее. Любовь к государю все еще переполняла сердце. Я не в силах была его позабыть, но теперь, днем или ночью, твердила в душе только одно, да обретет вечное просветление душа усопшего и с горечью думала о моей карме, судившей мне его пережить. На горе Отован за храмом Киомидзу трубили олени. Мне казалось, они горюют вместе со мной, печальный звон цикад невольно вызывал слезы. Я молилась всю ночь. Луна, взошедшая на востоке, постепенно склонилась к западу. Закончилась ночная служба в окрестных храмах, и только здесь, в храме двойных деревьев, еще звучал одинокий голос монаха, читавшего сутру. Я сложила. По кремнистой тропе я хотела бы в горней выси в мир иной забрести, чтобы встретить в пути, быть может, отлетевшую светлую душу. Я поручила одному из монахов доставить мне из Йокавы бумагу и освещенную воду, чтобы размешать тушь для переписки. Мы вместе пошли до восточного подножия священной горы Хиэй. Здесь я посетила храм Хиоси, посвященный богу-покровителю священной горы. Моя бабка, монахиня Кога, горячо почитала это святилище за благодеяние, неспосланное ей здешним богом. Она постоянно бывала здесь и часто брала меня с собой. Примечание переписчика. здесь опять бумага отрезана ножом и что написано дальше неизвестно. За чью душу вы молитесь, спросил меня монах. Мне было больно слышать его вопрос. Конечно, мне хотелось бы отдать переписанный мною свиток в храм Фукакуса, где покоится праг государя. Но что подумали бы об этом люди? Вспомнив, что покойный государь глубоко чтил богов храма Касуга, я отправилась туда и поднесла свитки главному святилищу на горе Микаса, а на горных вершинах в это время громко со мною стяк мною стянают, слезы льют в тоске безутешной. В этом году наступила 33-я годовщина смерти моего отца. Я заказала, как положено, поминальную службу. Ее вел тот же монах из храма двойных деревьев Соринзи. По моей просьбе монах вместе с молитвой прочел также стихотворение, которое я сложила. Год за годом течет, влачатся дни жизни бесплодной, скоротала и я тридцать лет да еще три года с той поры, как отца не стало. Я посетила Кагураоку, где обратилась в дым тело отца. Обильная роса покрывала древние мхи. Под ногами шуршала палая листва, засыпавшая тропинку. Каменная ступа отмечала место, где был погребен прах отца. Мне было грустно, но более всего меня огорчало, что стихи отца не включили в очередное поэтическое собрание, составленное по императорскому указу. Разве случилось бы такое, если бы я по-прежнему служила во дворце, имела бы подобающий ранг? Стихи отца всегда помещали во все сборники, начиная с продолжения старых и новых песен. Я и сама принимала когда-то участие в придворных поэтических состязаниях. Неужели бесплодно угаснет поэтическая слава, сопутствующая нашему роду на протяжении восьми поколений, начиная с принца Томохиры, нашего предка? Мне вспомнились предсмертные слова отца, завещавшего мне продолжать семейную поэтическую традицию, и я сложила. О, печальная участь! Не осталось от славы былой и следа в мире песен, как разбитая лодка рыбачья доживаю свой век в безвестии. Так горевала я, стоя у могилы отца. А ночью мне привиделся сон. Я увидела отца как живого, и я сама тоже была молодой прежней, как в те далекие дни. Я поведал отцу, как мне больно, что угасла наша былая слава. Твой отец Митимицу Кога воспел в стихах опавшие листья клена, отвечал мне отец. О, Синобу гора, на пределе терпенья под вечер, у подножья узрел, как багрянцем в лучах заката на листве роса заиграла. А мое стихотворение, продолжал он, от дымки весенней, куда улетаете вы, о, дикие гуси, разве там, в краю чужедальнем, вас не встретит весны цветенье? Удостоилось чести войти в собрание второй августейший сборник. С тех пор ни одно поэтическое собрание не обходилось без сложенных мной стихов. Твой дед с материнской стороны, Такатика, глава военного ведомства, тоже прославился стихотворением, написанным по случаю посещения государем его усадьбы Васино. Нашей ветхой усадьбе выпадала высокая честь принимать государей, но еще не бывало доселе, чтоб цвели так безудержно вишни. Итак, твои предки и с отцовской, и с материнской стороны передали тебе способность к стихосложению. Не бросай же поэзию. Пусть ты осталась одна, последняя в нашей семье, но поэзия с тобой не угаснет. И, постепенно удаляясь от меня, он произнес, неустанно трудись, слагаясь неослабным усердием строки песен своих, как рыбачка травы морские, и признание тебя не минет. С этими словами призрак исчез, и в то же мгновение я проснулась, но облик отца, казалось, еще стоит перед моими полными слез глазами, а голос звучит подле моего изголовья. С тех пор я стала с особым усердием заниматься сложением стихотворений Танка. В полном одиночестве я на семь дней затворилась для молитвы близ могилы гения поэзии Хитомаро. Хитомаро поэт конец седьмого начала восьмого веков один из основателей японской поэзии. В седьмую ночь, которую проводила я в бдении, я сложила. Был прославлен наш род искусством сложения песен о великая скорбь сознавать, что мне не под силу миру дать нетленные строфы. В это время словно во сне передо мной явилась фигура старца. Я набросала на бумаге его изображение и записала его слова. Этот мой рисунок и хвалебное слово Хитомаро послужили к прославлению поэта на празднике в его честь. Я надеялась, что, если окажусь угодной душе великого стихотворца древности, заветное желание мое непременно исполнится, не угаснет поэтическая слава семейства Кога. Я отслужу тогда благодарственный молебен перед этим рисунком, а апокамис я спрятала его на дно моего ларчика с тушью. Время шло, и вот наконец в следующем году в восьмой день третьей луны на празднике в честь Хитомаро я поставила перед его изображением ритуальные подношения. Меж тем уже наступила пятая луна, приближалась первая годовщина смерти государя. Я дала обет переписать к этому дню пять великих сутр, три первых свитка были уже готовы, осталось переписать еще два. Но в нашем мире всегда опасно уповать на завтрашний день. С памятным подарком матери я уже рассталась, стало быть, и отцовский подарок хранить не было смысла, все равно ведь, как его не беречь, в мир иной его с собой не возьмешь. На этот раз я твердо решила расстаться и с отцовским письменным прибором. Сперва мне казалось, что лучше уступить его кому-нибудь из знакомых, чем продать совсем чужому, незнакомому человеку. Однако, зная о данном мною обете, люди чего доброго могли бы подумать, будто окончательно пав духом в борьбе за жизнь, я так обнищала и опустилась, что готова теперь спустить даже подарок завещанный покойным отцом. Это было бы мне неприятно. Как раз в это время проездом из Камакуры в столице остановился помощник наместника острова Кюсю. Он-то и купил у меня прибор для письма. Так получилось, что подарок матери увезли на восток, а отцовский подарок ушел на запад. Со слезами смешавшись течет моя черная тушь в море вечной печали. Суждено ли нам свидеться снова там, на западе, в лучшем мире? С грустью думала я, передавая коробку с тушью новому владельцу. Переписку двух оставшихся сутр, нирваны и высшей мудрости, я решила начать в середине пятой луны. В это время мне пришлось по кое-каким делам побывать в краю Каватии, в местности, где находится могила принца Сетоку. Я осталась там и завершила переписку первой половины двадцати свитков с утры высшей мудрости. Эти свитки я преподнесла святилищу при могиле принца и в начале седьмой луны вернулась в столицу. Миновал ровно год со дня смерти государя. Я посетила его могилу в селении Фукакуса и оттуда прошла к дворцу Фу-семи. Там уже началось богослужение. По поручению сына покойного прежнего императора Фу-семи служил епископ Тюген, настоятель храма каменного источника Ся-Кусен. Я слышала как он читал сутру собственноручно переписанную государем Фу-семи на обороте бумаг оставшихся после покойного государя и с болью душевной думала, что сын скорбит о покойном отце так же сильно как я. Затем продолжалась служба от имени государыни Югимон Ин. Ее вел преподобный Кэн Ки. он тоже читал сутру написанную на обороте рукописей покойного. Эти службы с особой силой запечатлелись в моем сердце. Сегодня истекал срок траура. Мне было больно при этой мысли, горе сжимало сердце. Служба уже кончилась, а я все стояла на коленях посреди двора, и хотя день выдался мучительно жаркий, совсем не ощущала зноя. Все разъехались один за другим, двор опустел, и я осталась одна наедине с моею скорбью. Никогда, никогда не высохнут слезы разлуки на моем рукаве, хоть известно мне, что сегодня завершается поминовенье. я видела, как оба государя, отец и сын, Фу-Семи и Го-Фу-Семи склонились перед изображением покойного государя, установленным в молитвенном зале. Одежды государя Фу-Семи были особенно густого, темного цвета. Неужели завтра он снимет траур, с горечью подумала я? Прибыл также супруг государыни Югимон Ин, прежний император Го-У-Да, и тоже прошел в молитвенный зал, где находилось августейшее семейство. Да, род государя не угас, продолжал процветать, и это было прекрасно. Примерно в это же время захворал государь инок Камаяма, все ждали, что он скоро поправится, недуг был не опасный. Государь Камаяма и всегда то прихваровал, однако вскоре разнеслась весть, что больной безнадежен, и уже отбыл во дворец сага. Несчастья сыпались одно за другим в прошлом году смерть государя, в этом году болезнь его брата, и хотя не в моих силах было чем-нибудь тут помочь, все же я была глубоко огорчена. Я дала обет завершить в этом году списки последних двадцати глав сутры высшей мудрости, давно уже решив, что закончу мой труд в храмах Кумано. Я хотела отправиться туда, пока еще не наступили сильные холода, и в десятый день девятой луны долгого месяца пустилась дорогу. Зная, что государь Камаяма все еще болен и при том тяжело, я, конечно, тревожилась, но все же далеко не так сильно, как в прошлом году, когда смертельно заболел государь Го Фукакуса. Наверное, это было грешно, ведь святой закон не велит делить людей на любимых и нелюбимых. В Кумано я поселилась близ водопада Нати. Здесь было удобней черпать утром и вечером святую воду. Здесь я начала переписывать сутру. С каждым днем все сильнее дули ветры с горных вершин, а брызги водопада, шумевшего рядом, казалось, сливались с потоками моих слез. Беспредельно очарование всего священного края. Почему же никто, хоть в чуже, не спросит с участием, сколько плакала ты безутешно от тяжкой утраты, если так рукава промочила? У меня больше не сохранилось ни зеркала, ни прибора для туши, оставленных мне на память отцом и матерью. Я все продала ради служения богам. Наверное, мое усердие оказалось угодным богу Кумано, потому что кисть бежала легко, труд спорился, до завершения оставалось уже немного. Пришло время покинуть Кумано, но мне было жаль расставаться с этими святыми местами, и я всю ночь провела в молитвах. На рассвете я слегка задремала, и мне привидел сусон. Мне снилось, будто я сижу рядом с покойным отцом. Вдруг кто-то объявляет о прибытии государя. Я поднимаю глаза и вижу государя. На нем кафтан из ткани, окрашенный соком хурмы. Узор парчи изображает двух птиц, повернутых головами друг к другу. Государь как-то странно клонится на правую сторону. Я выхожу из-за занавеса и усаживаюсь напротив, а государь удалился в храм бога Кацумико и, немного приподняв занавес, улыбается и так весел. Опять слышится голос пожаловала государыня Югимон Ин. Я вижу ее, сидящей за занавесом в храме бога Мусуби. В простом наряде на ней всего лишь косаде и белые хакама. Государиня приподнимает до половины занавес, достает два белых косаде и подает мне. Мне так жаль, что тебе пришлось расстаться с памятными подарками матери и отца, говорит она, вот возьми взамен эти косаде. Я беру ее дар, возвращаюсь на свое место и говорю отцу, как же так, ведь он украшен всеми десятью добродетелями. По какой же причине унаследованной из былых воплощений стал он таким калекой, что не может держаться прямо? Это от того, что с одной стороны у него нарыв отвечает мне дух отца, а нарыв этот означает, что под властью государя много таких, как мы с тобой неразумных смертных людей, и он всех их жалеет и лелеет, так что вовсе не по своей вине он не может держаться прямо. Я опять взглянула на государя и вижу, что он все так же ласково улыбается. Подойди поближе, говорит он. Я встаю, опускаюсь перед ним на колени, и он подает мне две ветки, стволы у них обструганы до бела, как палочки для еды, а на кончиках подвали с точка дерева наги. Наги, вечно зеленое дерево, растущее в южных районах Японии, считается священным. На этом я открыла глаза. Как раз в это время началась служба в храме Ньоэрин. Безотчетным движением, проведя рукой по полу рядом с собой, я внезапно нащупала какой-то предмет. Это оказался веер на каркасе из кипарисовых спиц. Поистине чудесной и благостной показалась мне эта находка, ведь лето на дворе давно миновало. Я взяла веер и положила его рядом со столиком, на котором писала сутру. Когда я рассказала о своем сновидении одному из местных монахов, он сказал, «Веер символ тысячи рук и канон, вам привиделся благой сон, стало быть, вы непременно сподобитесь благодати». Образ государя, увиденный во сне, сохранился в моей душе. Закончив переписывать сутру, я в слезах пожертвовала храму последнее из коса де, некогда подарено государем, ибо какой смысл было бы по-прежнему держать его при себе? Печалюсь о том, что больше уже не увижу придворный наряд, бесценный дар государя, которым так дорожило. Я оставила у священного водопада нати и мои списки и коса де, приложив к ним стихотворение. Предрассветной порой, от сна пробудившись на ложе, слышу издалека ропот горного водопада, что моим стенанием вторит. Теперь памятным даром государя стал для меня веер, найденный в ту ночь, когда мне приснился тот вещий сон, и я взяла веер с собой в столицу. Вернувшись домой, я узнала, что государь Камаяма уже скончался. Давно известно, сколь жесток наш бренный мир, и как все здесь недолговечно, но все же скорбь охватила меня, когда я узнала о его смерти. Только моя жизнь все еще тлела, курилась, как бесплодный дымок над угасшим костром. В начале третьей луны я, как обычно, пошла на поклон в храм Хатимана. Два первых месяца нового, первого года Токудзи я провела в Наре. Первый год Токудзи 1306 год. Никаких вестей из столицы не получала. Откуда ж мне было знать, что в храме Хатимана ожидают прибытия государыни Югимон-Ин. Как всегда, я поднялась к храму со стороны холма Кабани-Нос и Носака. Ворота павильона Баба-Доно были открыты, и мне вспомнились минувшие времена. На дворе перед храмом я тоже заметила приготовление к встрече какой-то знатной особы. Я спросила, кого ждут, и в ответ услыхала «Государню Югимон-Ин». Меня поразило, что мой приход словно нарочно совпал с ее посещением. Я вспомнила сон, приснившийся в прошлом году в Кумано, облик государя, явившийся мне в том сне. Взволнованная всю ночь я провела в молитвах. Наутро, едва забрежжил рассвет, я увидела пожилую женщину, похожую на придворную даму. Она занималась приготовлениями к приезду государыни. Я обратилась к ней, спросила, кто она, и она рассказала, что зовут ее Оторан, и что состоит она при дворцовой трапезной. С волнением слушала я ее речь. Из тех, кто служил в прежние времена, никого уже не осталось, сказала она в ответ на мои расспросы о жизни при дворе государыни. Теперь там все молодые. Мне захотелось как-нибудь дать знать государыне, кто я такая, взглянуть на нее хотя бы издалека, когда она павильон за павильоном будет обходить строение храма, ради этого я даже не пошла перекусить в хижину, служившую мне приютом. Как только послышались восклицания, вот она, вот, я спряталась в сторонке и увидела богато украшенные носилки, которые поднесли к храму. Священный дар Го-Хей вручил жрецам храма, сопровождавший государынью царедворец наследника, вельможа Канесуэ Сайонзи. Он был так похож на своего отца Акэбоно в ту пору, когда тот еще совсем молодой служил в правой дворцовой страже, что одно это уже наполнило мою душу волнением. Был восьмой день третьей луны. После посещения главного храма государыня, как положено, проследовала к павильону Тогано. Прибыли всего два паланкина. Очевидно, выезд совершался как можно более незаметно, так, чтобы не привлекать внимание. Стало быть, разгонять народ не будут, а значит, и меня в толпе не заметят. Взгляну на нее хотя бы одним глазком, подумала я и пошла следом. В свите государыни было еще несколько женщин, пеших. Как только я увидела, узнала сзади знакомый облик, я уже не могла сдержать слезы, уйти, однако, тоже была не в силах и осталась стоять у входа. Церемония поклонения закончилась, государыня вышла. «Откуда вы?» спросила она, остановившись возле меня. Мне хотелось рассказать ей все-все, начиная с давно минувших времен, но я сказала только из нары. «Из храма цветок закона?» переспросила государыня. У меня выступили на глазах слезы. Я испугалась, что ей покажется это странным и хотела молча уйти, но уйти, так и не сказав ничего, я была не в силах и так и осталась стоять на месте, а государыня меж тем уже удалилась. Вне себя от сожаления я взглянула ей вслед и увидела, что она в нерешительности остановилась у лестницы, затрудняясь спуститься по высоким ступеням. Не теряя мгновения, я приблизилась и сказала «Обопритесь на мое плечо». Она посмотрела на меня удивленно, но я продолжала «Я прислуживала вам, когда вы были еще ребенком, вы, конечно, меня забыли». И слезы хлынули градом. Но она обратилась ко мне ласково, обо всем расспросила и сказала, чтобы отныне я всегда приходила к ней, когда захочу. Мне снова вспомнился сон, приснившийся в Кумано. Вспомнилось, что и спокойным государем случай свел меня тоже здесь, в обители Хатимана. И радость проникла в душу при мысли, что не напрасно уповала я на великого Бодхисаттву. Разноречивые чувства теснились в сердце, но кроме слез не было им исхода. Одна из женщин, пешком сопровождавших государыню, заговорила со мной, звали ее Хоэноска. Она сказала, что завтра утром государыня вернется в столицу, а сегодня вечером будут исполняться священные пляски и песнопения. Когда наступили сумерки, я сломала ветку цветущей сакуры, отдала ее даме Хёне Эске со словами «Я навещу вас в столице, прежде чем увянут эти цветы, а сама собралась утром еще до отъезда государыни вернуться домой». Однако мне пришла в голову мысль, что счастливая встреча с государыней состоялась не иначе, как по милости великого Бодхисаттвы. Мой долг поблагодарить его за эту великую милость, и я решила еще на три дня остаться в храме, дабы вознести благодарственную молитву. Вернувшись в столицу, я написала государыне, спросила, как мои цветы, и приложила стихотворение, «Должно быть, цветы давно на ветру облетели, ведь минуло дней много больше противу срока, что указан был прежде мною». Ответ государыни гласил, «Разве может сорвать цветы запоздалый ветер, даже если прошло много больше дней против срока вами данного обещания». С тех пор я стала часто бывать у государыни Югимон-Ин, разумеется, стараясь, чтобы мои посещения не посчитали слишком назойливыми, и временами у меня было такое чувство, будто я снова служу во дворце, как в минувшие времена. Но вот наступила шестая луна. Приблизилась третья годовщина со дня смерти покойного государя. Мне захотелось послушать проникновенную заупокойную службу. Теперь у меня уже ничего не осталось из подарков, полученных на память от государя, а меж тем надо было закончить списки сутры, оставалась еще одна. Последняя глава. Я боялась, что так и не сумею закончить мой труд до конца года, но все же решила пойти во дворец Фу-семи и хотя бы в сторонке издали послушать заупокойную службу. Ранним утром пятнадцатого дня я пришла в храм «Цветок закона» в селении Фу-какуса и увидела, что там устанавливают рисованное изображение государя, могла ли я без волнения взирать на знакомый образ? Тщетно пыталась я скрыть слезы, падавшие на рукав. Монахи и прочие стоявшие в молитвенном зале люди, наверное, удивились, заметив, что я плачу. «Подойдите поближе, там лучше видно», сказал мне кто-то. «Обрадованное я подошла, поклонилась изображению государя и убедилась, что еще не все слезы выплакало, они продолжали литься. Пусть растает роса, но останется образ в портрете и при виде его вновь росою прозрачные слезы рукава мои увлажняют». Ночью, когда луна сияла на безоблачном небе, я пришла к даме Хееноске в ее коморку. Вспоминала прошлое, но мне все еще как будто не хватало чего-то. Я вышла и приблизилась к храму мгновенного озарения. «Прибыли!» услышала я людские голоса. «О чем это они?» подумала я. «Оказалось, что изображение государя, которое я видела утром в храме «Цветок закона», привезли теперь сюда, чтобы установить в храме мгновенного озарения. Четверо человек, очевидно, дворцовые слуги, несли на плечах укрепленное на подставке изображение государя. Распоряжались двое в черных одеждах, по-видимому, монахи младшего чина. Словно в каком-то сне смотрела я, как они в сопровождении всего лишь одного распорядителя и нескольких самураев дворцовой стражи вносили в храм картину, завешанную бумагой. Когда покойный государь восседал на троне украшенного всеми десятью добродетелями, повелителя, десяти тысяч колесниц и сотни вельмож повиновались его приказам. Того времени я не помню. В ту пору я была еще малым ребенком. Я пришла к нему в услужение уже после того, как, оставив трон, он именовался почетным титулом старшего прежнего государя. Но и тогда, даже при тайных выездах, его карету встречали и провожали вельможи, и царедворцы целой свитой следовали за ним в пути. По каким же дорогам потустороннего мира блуждает он теперь, совсем одинокий, думала я, и скорбь с такой силой издавила сердце, как будто совсем свежей была утрата. На следующее утро я получила письмо от дайнагона моросигэ китаба такэ. «Какие чувства пробудила в вас вчерашняя служба?» спрашивал он. Я ответила. «Под осенней луной цикадом я внемлю уныло, вспоминая одно, государя облик нетленный, озаренный дивным сияньем». На следующий шестнадцатый день опять была служба. Возносили хвалу лотосовой сутре, творению Будд Шак-Ямуни и Прабху Таратны. Будда Прабху Таратна, японский Тахо, помощник Шак-Ямуни, защитник лотосовой сутры. Когда Шак-Ямуни проповедовал истины, изложенные в лотосовой сутре, по велению Прабху Таратны, земля разверзлась и оттуда поднялась двухъярусная пагода, свидетельство истинности учения Шак-Ямуни. В память этого чуда при многих буддийских храмах имеются двухъярусные пагоды, японское Тахото, где рядом с Прабху Таратной восседает Шак-Ямуни. Эти будды вместе восседают в едином венчике лотоса. Потом все по очереди делали подношение в павильоне Прабху Таратны. С самого утра на церемонии присутствовал прежний император Го-Уда, поэтому всех посторонних прогнали и со двора, и из храма. Мне было очень горько, что меня не пустили. Как видно, посчитали черную рясу особенно неуместной, но я все же умудрилась остаться возле самого храма, стояла совсем близко, на камнях водостока, и оттуда слушала службу. Ах, если б я по-прежнему служила при дворе! На какое-то время я даже пожалела о жизни в миру, от которой сама бежала. Когда священник начал читать молитву за упокой и блаженство усопшего в потустороннем мире, я заплакала, и, пока не кончилась служба, продолжала лить слезы. Рядом со мной стоял какой-то добрый с виду монах. «Кто вы такая, что так скорбите?» спросил он. Я побоялась бросить тень на память покойного государя откровенным ответом и ответила только «Мои родители умерли, и траур по ним давно закончился, но сейчас они вспомнились мне особенно живо, оттого я и плачу». И, сказав так, тотчас ушла. Прежний император Го-У-Да тем же вечером отбыл, опять опустел, обезлюдил дворец Фу-Семи, все кругом казалось дышит печалью. Мне не хотелось никуда уходить, и я по-прежнему некоторое время жила неподалеку от усадьбы Фу-Семи. Прежний министр Митимота Кога доводится мне двоюродным братом, и мы изредка обменивались письмами. В ответ на мое послание он написал мне «Навевают печаль и осенние виды столицы, столько грустных ночей провели вы в горах Фу-Семи, предрассветной луной любуясь». Эти стихи заставили меня еще сильнее ощутить скорбь, я была не в силах сдержать горе, и ответила «Скорбя облом, провела я три ночи осенних в безлюдных горах, множит грустные воспоминания предрассветный порою месяц». В свою очередь он прислал мне ответ «Как должно быть для вас мучительны воспоминания о минувших годах, в эту пору, когда тоскою веет осень в краю фусими». Помнится, в пятнадцатый день, день смерти государя, я поднесла храму заветный веер, пусть он служит кому-нибудь из священников, и на обертке написала, не чаяла я, что в третью его годовщину осенней росой вновь рукав окропить придется от горючих слез непросохшей. После кончины государя Го-фу-какусы не стало никого в целом свете, кому я могла бы поведать все, что наболело на сердце. Год назад, в восьмой день третьей луны, я пошла почтить память поэта Хитомаро. Разве не удивительно, что в этом году и как раз в тот же день я встретила государыню Югимон-Ин. Мне показалось тогда, будто предо мной наяву предстал облик покойного государя, приснившийся мне в Кумано. Стало быть, напрасно я сомневалась, угодно ли будут Богу мои труды. Нет, не зря была преисполнена горячей верой моя душа, не пропало в туне мое усердие на протяжении стольких долгих лет. Я думала о превратностях моей жизни, но размышлять в одиночестве о пережитом было невыносимо. Вот почему, подражая Саи-Ге, я отправилась странствовать, а чтобы не пропали бесследно мои думы, написала я сию непрошенную повесть, хотя и не питаю надежды, что в памяти людской она сохранится. Примечание переписчика В этом месте рукопись опять отрезана и что написано дальше неизвестно. Конец книги Октябрь 1990 года Звукорежиссер Алла Тополева читала Валерия Лебедева Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова